Серёжа, пастушок, поиграй, поиграй, Ранья, друг, Серёжа, Всевременный рожок! 8 часов 36 минут, четверг, 28 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это РАДИО ГОВОРИТ МОСКВА! ГОВОРИТ МОСКВА! ГОВОРИТ МОСКВА! Рубль не зависит от наших действий. Мы запустили ракету, но поскольку рубль вообще никак не зависит от наших действий, а он зависит от действий саудовских принцев, китайских предпринимателей, очень многих людей, поэтому никакого отношения к нам это не имеет. То есть мы можем запускать, а можем не запускать, но рубль не будет зависеть от нас, он зависит от чего-то другого, понимаешь? Ну вот, хорошо, давайте всё-таки говорить про пуск. Я хочу сказать, что это, ну, действительно, хочу всех поздравить, потому что это, особенно людей, причастных к этому. Ну, честно говоря, причастны все, кто сопереживал каким-то образом, расстраивались, сопереживали, подколбашивало нас и так далее, да? Ну, были сообщения вчера, что вообще второй пуск может не состояться никогда. Мне понравилась фраза, которую я украл. И фраза, которую я украл от человека, который реально работает в космической отрасли. Смотри, как они друг другу говорят, другими словами, чем мы. Он говорит, носитель отработал штатно, блок выведен на орбиту. Всё. Вот надо говорить так, носитель отработал штатно. Это вот по-русски. Ракета запущена, ракета запущена, полетел, союз наш, да? Ой, как хорошо. Надо низким голосом, как вы умеете, ещё с помехами, как будто бы вы через... Давай ты делай, а я буду. Носитель отработал штатно. Блок выведен на орбиту. Получается, у меня слишком много звуков. Помехи, помехи в эфире. Носитель. Ну, нормально, мы сказали, да? Всем понравилось это. Космонорова. Я работаю в филиале ценки. Сидим, все радуемся и галдим. Вот это правильно. Андрей Язиков, ты позвоните нам. А вот позвоните. Радуемся и галдим. Байконур теперь не нужен? Ну, почему не нужен? Мы его загрузим. Нормально всё. Надо побольше. Советские ракеты эти, Союз, маленькие, хорошие, юркие, летают, что хотят. Кстати, отказ был на оборудование, которое мы стали делать вместо украинцев. То есть мы заместили какую-то украинскую продукцию. Заместили какую-то украинскую продукцию. Ничтожную, ненужную, ненужную. Ничтожную, ненужную, ненужную. Но она пока вот не очень хорошо работает. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Максим Сураев, космонавт, наш герой, друг нашей программы. Спасибо большое, что позвонили. Поздравляем. Да, дорогие друзья, Сергей, можно вот прям 6 секунд? Давайте, давайте, давайте. Я хочу поздравить всю страну. Вот реально всех людей это. Это прям, я не знаю, я вот сегодня смотрю, у меня аж мурашки по кушке. И знаете, ребята говорят, что тамошние, вот с Восточного, говорят, мы сделали, стали звонить всем в любой город России, где их друзья живут. Калининград, пожалуйста, Хабаровск. Все, никто нигде не спит, все в восторге, все счастливы, у всех мурашки по коже. Да, вы знаете, я еще хочу комментарий вот по поводу вчерашнего, да, неудачной попытки. Понимаете, это здорово, это здорово то, что мы не поддались, понимаете. Не сожгли. Не поддались, да, нет, ну то, что, знаете, как вот это бывает у нас так, то, что да давай, да вот сейчас навозь, вот сейчас президент, нам надо первый раз. Да. Быстрее, может быть, все пройдет, понимаете, и это могло случиться плохо. Хорошо. Отработали действительно штатно, отработали, вот, ну молодцы, молодцы. А вот у меня есть фраза, значит, я хотел, чтобы вы ее прокомментировали. Смотрите, фраза такая. Сняли, я ее прочитаю прямо подряд. Значит, сняли временной контроль тракта наддува баков Г и повторили циклограмму ПСП. Замечаний нет с градиентами давления, потом разберемся. Вот эта фраза, значит, о том, что сняли временной контроль. Вчера, вчера днем люди пытались разобраться. И для того, чтобы разобраться, сняли временной контроль тракта наддува баков Г, повторили циклограмму ПСП. Замечаний нет с градиентами давления, потом разберемся. Вот что это значит? Знаете, но по поводу с баков Г, это баки горючего, то есть, есть горючий отеслитель. Да. Дальше там эти градиенты, но я вот именно в циклограммах не специалист, но все равно, знаете, как, есть автомат, который выдал ошибку. Да, 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 да. Они его снимают и уже потом в ручном режиме тестируют и смотрят, что происходит. Я понял. Ну, то есть, это, да, это надо было автоматически отключить и посмотреть, что произошло. Спасибо, огромное поздравление. А вообще, знаете, как по поводу языка, я вам могу сказать, у нас то же самое есть, он называется птичий язык, потому что, когда действительно ты много готовишься, когда ты изучаешь гордокументацию, изучаешь все свои действия, очень много сокращений, их тысяча сокращений. Конечно, когда человек со стороны приходит и слушает, и вот этот слушает профессиональный язык, он, ну, может быть, 10-5% понимает, но это... Но насколько сурово, красиво звучит, носитель отработал штатно, блок выведен на орбиту. Правда, классно? Я, я поздравляю всю страну, правда, правда, это здорово, это такой подарок. Спасибо, 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 спасибо. Да, удачи вам. Максим Сураев, космонавт, значит, который слушает нашу программу и друг нашей программы, который звонил нам когда-то из космоса. Значит, слушайте, мне интересна вот эта фраза. Я хочу, чтобы специалисты мне ее прокомментили. Сняли временной... Внимание, еще раз прочитаю. Сняли временной контроль тракта наддува Баков-Г и повторили циклограмму ПСП. С градиентами давлений потом разберемся. Вот что это значит? Вот что сделали? Это вчера днем, вот это то, что сделали, чтобы запустить ракету. Вот это. Да. Вот это и есть. Короткий список. Значит, короткий. А разве в эфир можно выводить радиопереговоры пуска? А разве нет? Можно. Вообще нет. Можно, можно. Мат нельзя выводить в эфир. Нет, можно, можно, можно. Просто мы уже пустили в 5 утра. Ну, подождите, мы уже все это послушали. Мы уже все послушали. Меня интересуют вот эти градиенты, циклограммы, вот это. Что это вчера делали? Алло, здравствуйте. Доброе утро. Вы разбираетесь. Ну, да, обучался. Макопин заканчивал. Да. Как раз двигатели ТФА ракетные. Да. У меня были твердотопленные. Это разгонные как раз. Но я вам сказал, что все, что они там натворили, вот сейчас, одним словом по-русски называется подшаманили. Подшаманили. Подшаманили, да. Они на счет сделали. А что там шаманить? Ракета старая, ракета проверенная, ракета самая, что ни на есть, рабочая. Да, Галатин. Ну, раньше какие компоненты использовали? Те, которые были сконструированы и произведены на наших предприятиях. Да. То есть разработаны в КБ. Да. Дальше переданы. И на заводах произведены на наших. Из наших материалов. Да. Рассчитаны под наше топливо, под наши окислители. Рассчитаны. А сейчас они по номенклатуре скупают, ну, там, от разных стран. Ну, там, в основном, там, Китай поставляет. Да. Да. Там, европейский, там, наверное, сейчас уже не поставляют. В основном, Китай все идет. Да. Откуда они там знают, какой окислитель будет использоваться? Это все в секрете держится. Ну, да. Ну, так этот окислитель разрушил все эти механизмы. Вот и все. Вот и вся песня. А они отключили автоматику и посмотрели, где и в каких местах это будет разрушение. Ну, повезло, улетела эта ракета. Ну, да. Ну, а что за временной контроль тракта наддува отключали? Что это значит? Я в этих двигателях, которые на жидком топливе, не разбираюсь. А вот говорит лента, что после первого старта с Восточного вывели два десятка замечаний. И потом два десятка замечаний сутки устраняли. Вот. Я, знаете, сейчас наблюдаю за это, потому что мне это очень, как бы, близко к сердцу это все воспринимаю. Потому что, наконец, новый у нас пусковой комплекс. Там должны быть новые ракеты. Ну, то есть, заработала эта система. Даже можно податься туда работать уже. Да. Но, я офигеваю, они все равно продолжают. Я вам сейчас не могу выразить. Они не технически, не технологически, не инженерно решают эту проблему, а номенклатурно. Номенклатурно. То есть, каждый агрегат, у него еще есть два контура дополнительных. Ага. В случае чего, вы пускаете по, ну, там, следующий контур. Этот не сработал? Следующий контур. Как они сейчас там делать, я вообще не знаю. Я понимаю. Спасибо большое. Мы начали так. Делайте все бок, два запасных контура, и все будет в порядке. Спасибо. Это же машина, которая весит 100 тонн. Спасибо, спасибо, спасибо. Там любой миллиметр отклонения, и все. Спасибо большое, спасибо. Я все-таки хочу, чтобы у меня, у меня есть ощущение, ну, собственное ощущение, что у меня есть некий список того, что вчера делали, чтобы ракета все-таки полетела. Я хочу кого-то из ракетчиков, кто мне расскажет, что это значит. Алло, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. У нас сегодня. Владимир, здравствуйте. Владимир, можете мне прокомментировать фразу вот такую? Смотрите, сняли временной контроль тракта наддува баков Г, повторили циклограмму ПСП с градиентами давлений, потом разберемся, что это значит? Это значит следующее. Значит, Г это бак горючего. На ракете есть бак горючего, бак окислителя. Перед стартом, как я вам рассказывал, ПСП это предстартовая подготовка. Понял. Циклограмма ПСП, циклограмма предстартовой подготовки. Они ее повторили, сначала сняв временной контроль тракта наддува. Ну, вот смотрите, происходит следующая вещь. То есть есть, как мы говорили, последовательность операции. Перед пуском ракеты, значит, запускается... Причем надо сказать, что к космодрому это никакого отношения не имеет. Вот есть аппаратно-программный комплекс, это предстартовая подготовки. Это компьютеры, программное обеспечение, которые работают одинаково. Что на Байконуре стоит такой же самый, на пусковой установке. Что на Куру, что сейчас его поставили на Восточном. Дальше следующая вещь. Последовательность операции. Ракета стоит заправленная. Чтобы ее запустить, нужно проделать ряд шагов. Первое, значит, запустить бортовые аккумуляторы, потому что система управления, когда она летит, будет работать, естественно, не раками. Ну, понятно, не братья. Ракетный кабель. Перейти на бортовое питание. Да. Перешли. Следующая операция. То есть нельзя сначала, скажем так, наддуть баки, а потом уже перейти на бортовое питание. Наоборот, то есть есть последовательность шагов. Как мы говорили, как утром, значит, сначала чистишь зубы, потом получишь шаг, потом бреешься, потом идешь завтракать. Наоборот, нельзя, запрещено. Теперь, значит, начинаем наддувать баки. Подаем газ, ну, азот, как правило, значит, надуваем баки, чтобы они приобрели жесткость. По мере наддувания, вот каждый, кому мерили давление, да, этим самым аппаратом для измерения давления, видят, что когда накачивают, сжимается манжета, и давление на стрелочка поднимается, растет. Также в баках давление начинает нарастать. Расти, да. Оно должно нарастать в определенной степени, последовательности. То есть, условно говоря, не мгновенно за секунду 5 атмосфер, или те же самые 5 атмосфер, не за час, а определенная скорость набора давления. Ну, как они сняли временной контроль-то? Они что, запустили сейчас этот союз без временного контроля тракта наддува? А что, ну, очень просто. Перестали смотреть, как оно наддувало. Вот сказали, давай так, сейчас пол атмосферы добавим, так сказать, и посмотрим, что будет происходить. Будет клапан сброса работать или нет? Надули и не смотрели, как по времени это изменяется. Да и фиксим, типа, фиксим, оно аж летит и летит, и все. Ну, стоп, почему, так сказать, автоматика отрубила? Что, собственно говоря, произошло? Потому что могла произойти следующая вещь. Да. Либо клапан, который, значит, там стоит, открылся раньше времени и начал сбрасывать давление. То есть, вы дуете, а там открылась дырочка и все равно устраавливается. Не нарастает давление. Ну да. Скорее всего, именно так и произошло. Ну, то есть, условно говоря, отправили, поняли, в чем недоработка, стали ее игнорировать, циклограмму не включать вообще. Ну, почему? Включили циклограмму, повторили, повторили снова все пристартовые операции. Включили наддув, стало наддуваться. Ну, а что значит, фраза с градиентами давления и потом разберемся? Набралось нормально, сбрасывается, не сбрасывается. Ну, где-то заела в каком-то месте пружинка в первый раз, значит, там где-то не вовремя сработало и все. Сейчас все сработало вовремя, ну и все. А что такое с градиентами давления и потом разберемся? Градиент – это степень перепада. Почему скорость набора давления была не такая, как положено по процедуре, разберемся потом, что там произошло. Почему эта пружина там не сработала и так далее. То есть, не может быть, что какую-то функцию просто отключили, да и запунили ракету? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. То есть, все реально подчинилось и все реально полетело. Ну, там все старое, все отработанное. Собственно, к космодрому отношения не имеет. Это пристартовый, ну, стартовый комплекс. Да, 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 да. Понятно, понятно. Все, циклограмма – это как в стиральной машине. Ручку поворачиваешь, дальше все. Я сначала там наливает воду, потом пошел, разотрился, потом крутит, потом нагревает, потом прополоскала и так далее. Некоторые слушатели скисают, пишет мне Лейла, пока вы обсуждаете столь серьезные... Матерые какие-то слова говорите. Ну, можно ложку добавить, дегтя теперь. Давайте, Лейла, Лейла, для вас специально, давайте, дегтя. Значит, на фоне нашего грандиозного успеха с запуском трех спутников, один из которых наноспутник, то есть он весит меньше килограмма. Ага. Значит, такая, ну, кулачок. Илон Маск заявил, что в 18-м году отправит корабль на Марс, а в 21-м году пилотируемый полет туда совершит. Я должен всех огорчить, так и будет. Американцы через два года будут совершать, отправляют на Марс экспедицию. Причем это частная компания. Частная, не государство, не государство Америка, а частная американская компания в 18-м году отправляет экспедицию на Марс. Я помню, у меня и таинственная аналогия. Когда мы запустили Гагарина, да, мы запустили Гагарина, и это был колоссальный успех Советского Союза и Советской науки и космонавтики, первый в мире человек и так далее. Спустя некоторое время суперпрезидент Кеннеди и сказал, Америка принимает вызов, в 69-м году мы высадимся на Луну. Паразиты так и сделали. Здесь история та же самая. Мы запустили старую ракету с космодрома Восточный, они через пару лет полетят на Марс. Владимир, вы все так классно рассказали, пишет Михаил, что хочется идти работать на космодром. Вот, Михаил, так и надо делать. На чей вам хочется больше работать идти? Значит так, слушайте, там разные сообщения. Есть сообщение, что какая-то деталь не сработала, которую мы стали делать русскую взамен украинской. Была украинская деталь, а стали делать русскую. Но она пока не отработана. Лет через 40 она будет отработана. Она когда сохнет, то знаете, дерево, из сырого дерева нельзя. Украинцы делали все время ее. Она работала для союза. Но этот союз летает уже сколько? Невозможно же повторить. 50 лет этот союз летает. За 50 лет и все. Русские сделали свою деталь. Она не сразу сработает. Но через 50 лет она может быть научится уже и все выходит. Даже не через 50, может через 5. Но ребята научатся потихонечку. А я заинтересовалась в SpaceX, теперь читаю, вот какие у них планы. Скажите, пожалуйста, ракета полетела с вашей точки зрения, с вашей точки зрения, я провожу голосование, благодаря геройскому труду советского народа, благодаря или вопреки? Вот у меня просто вопрос. Ракета полетела благодаря 134-21-35 или вопреки 134-21-36? Ракета с космодрома Восточный сегодня в 5 часов 0,1 минуту 21 секунду вылетела и действительно штатно отработала благодаря 134-21-35 или вопреки 134-21-36? У меня очень интересно ваше голосование. На самом деле сейчас у меня 55 на 45, 57 на 45, нет, 55 на 45. Я прошу принять участие в голосовании. Ракета вылетела и все случилось. Благодаря или вопреки? Благодаря 134-21-35, вопреки 134-21-36. Вот я просто, что все, что вы понимаете под этими словами. 7-37, а голосование продолжается, у меня 56 на 44. Пожалуйста, пожалуйста, еще голосуй. Несмотря на то, что проголосовало уже 300 человек, цифры в голосовании резко меняются. То есть люди меняют, у меня от 54 до 56 скачет вот это благодаря. Уже 57 сейчас было. 7-37-3, 9-4 и 8. 7-37-3, 9-4 и 8. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Ну, конечно, благодаря советскому народу. Да. А советскому, которого нет, то есть, безумие. А что значит, потом разберемся, если ракета улетела? Разберемся, почему не работали. Они прогнали... Ну, она улетела и... Смысл, циклограмму прогнали, в этот раз сработало. А почему в прошлый раз не сработало? Разберемся. Потом. Ну, как-то потом. Оно, я знаю. Может, она вернется. А может, и не надо. А нет, а может, и не надо будет разбираться. Фиг с ней. Ну, да. Но оно ж полетело. Вот у меня, например, в двигателе, в Ситроене, постоянно исчезает куда-то масло. Да? Никто не знает, куда. Это у тебя, наверное, Ситроен, который произведен Ауди. Ауди тоже жрет масло. До Минска и назад по полтора... Двигатель БМВ. В Ситроене двигатель БМВ? Да. Да. Да ну что ты смеешься, что ли? Нет, я серьезно говорю. Да брось, ну что ты... Мне так сказал менеджер. Мне стало стыдно за твоего менеджера. Слушай, я тебе хочу сказать. Но я езжу ничего, подливаю масло. Конечно так, полтора литра, в Минске обратно полтора литра Ауди жрет масло, как будто это древний паровоз. Успокойся, все хорошо. Не надо разбираться в проблемах. Вот и мне тоже так кажется. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Я хочу поддержать Настю. У меня тоже С4. Да. Там действительно стоит БМВшный двигатель. Боже мой, горечка. Самый плохой, который БМВ с Ситроеном сделал. Мне кажется, мотоциклетный БМВ. Нет, 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 нормальный. И он действительно жрет масло. И датчик показания уровня ужасный. Не дай бог, там чуть-чуть про это самое. И он просто прилипает. Хорошо. А все-таки вернемся. Кольца прилипает. Ракета полетела благодаря или вопреки? Дело в том, что когда мы научились все-таки в пустом поле что-то делать, которое реально летает, а когда из Канаверал неделями не осуществляются запуски, тогда что людям этим... Все нормально. Но они же там... А у нас один день, ничего страшного. Они там в тропиках, там хорошо, там кубинская кухня, танцуют красивые бабы. Все хорошо, но у них последний корабль две недели не мог взлететь. И не было никаких проблем. Да никто не спорит, о чем вы говорите. Ну, я хочу сказать, что сидеть на Канаверал и сидеть у нас. Это разные вещи. Ну, ничего страшного. Сейчас начнется мошкара и будет там вообще весело всем. Да. 58 на 42. Значит, я голосование это закрыл. И вот оно какое. Ракета полетела благодаря или вопреки? Вот такой вопрос. Значит, благодаря... Благодаря 58% нашим позитивным усилиям народным. Вопреки 42%. 42%. Ребята, это серьезная тема. 42%. Понятно? 73-73-9-4-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро, Сергей Анастасия. Здрасте. Вот, Вась. Ну, а ты же сегодня не согласен с Владимиром, тем более, что аэрокосмическое агентство НАСА опровергло, что она в ближайшем этапе времени, до 50-го года, способна отправить пилотируемый проект. НАСА нет, нет, нет. Если там не будут сидеть роботы. Не про это, не про это. Вы перепутали. А про то, что вы говорите... Нет, SpaceX, подождите, подождите, Вась, 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 Вась. SpaceX, и Владимира не надо здесь опровергать, потому что он был точен. Частная корпорация SpaceX анонсировала отправку космического корабля Dragon на Марс в 2018 году. Но это не пилотируемый. Не НАСА, нет. Пилотируемого проекта не будет. А затем, а затем, понятно, да? А по поводу вот этого запуска, ну, бортовые регистрации и системы объективного контроля выдают через телепараметрию. Бывают лыжи информации. Я думаю, ее быстро, скоропалительно просчитали, благодаря тому, что там Путин находился. А все узлы, агрегаты, механизмы действовали в режиме, так сказать, который был... У Насти вопрос, у Насти вопрос. У Насти вопрос. Это когда запустят все-таки Илон Маск что-то на Марс, вы скажете, ну, так это ж не пилотируемый, вот так, да? Ребят, ребят, послушайте меня. И сейчас только что, смотрите, ведомости выложили. Мы, давайте так, давайте будем честны с собой. Я понимаю, что такое эйфория. Я понимаю, что эйфории надо содействовать. Нельзя стать посреди толпы... И начать ее успокаивать. И начать ее успокаивать. Толпа идет ликуя, успокаивать тупо нельзя. Это неправильно. Это неправильно. Надо бежать вместе с толпой и ликовать. Это совершенно очевидно. Значит, ребят, давайте скажем следующее. Мы запустили легкую ракету, легкую, ни «Ангару», ни «Протон», нет, мы запустили «Союз». Мы запустили ракету, легкую ракету, которая летает много десятилетий. Со второго раза, неудачно. Но все-таки удачно в результате. Удачно в результате. То есть, так, сяк, наперекосяк, мы запустили советскую ракету, которая летает много десятилетий. И надо сказать, надо сказать, что рядом с нами существуют уже частные корпорации. То есть, мы это делаем, напрягая все усилия нашего государства. Все наше государство, напрягая усилия, отправляет советскую ракету. Понятно? Советскую ракету. Внимание. Летающую много десятилетий. Рядом с нами существуют уже частные корпорации, которые пуляют ракеты и собираются отправлять их на Марс. Конечно, мы серьезно отстаем. Движение. Подъем. В движении. Абсолютно серьезно отстаем. Давайте будем честны с собой, хоть иногда чуть-чуть капельку. Я не говорю много. 5 баллов. Плохо на 3 часа по циферблату. На 8, на 9 часов по циферблату на МКАДе внешнем. 9 часов новости. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. В Москве 9 утра. В студии Ольга Данилевич. Здравствуйте. Установлена связь со всеми запущенными с Восточного спутниками. Как сообщил пресс-служба Роскосмоса, контакты были налажены в 8.05 по Москве. Напомню, спутники Михаила Ломоносова, Аист-2Д и Самсат-218Д на орбиту вывела ракета-носитель «Союз-2.1А». Старт с Восточного был осуществлен в 5.01. Планировалось, что пуск пройдет еще накануне, но его отменили по техническим причинам. Минувшей ночью Госкомиссия Роскосмоса полетным испытанием санкционировала повторную попытку запуска ракеты-носителя. Минфин подготовил проект пенсионной реформы из шести пунктов. В частности, ведомство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет и отказаться от пенсионных выплат тем, кто продолжает работать. Как сообщает газета «Ведомости», поднимать пенсионный возраст нужно постепенно, с шагом 6-12 месяцев в год. Кроме того, Министерство финансов планирует постепенно повышать необходимый для досрочной пенсии стаж. В Омске прощаются с семьей убитого под сызранью полицейского гражданская панихида. В культурном центре регионального управления МВД проходит по самому Андрею Гошту и его супруге. В траурный зал выстроилась очередь, в основном, из сослуживцев и коллег убитого правоохранителя. Остальные члены семьи Гошта будут похоронены в селе Паново Алтайского края. Тела шести человек, трех мужчин и трех женщин, были обнаружены в воскресенье утром в жилом доме в поселке в Сызранском районе. Один из убитых – бывший начальник полиции Сызраня Андрей Гошт, остальные – члены его семьи. Кроме того, в больницу в тяжелом состоянии доставлена семилетняя девочка. Михаил Касьянов назвал ошибочным выход Алексея Навального и Владимира Милова из Демкоалиции. Председатель Парнаса заявил, что такое давление было ожидаемым. Далее цитирую. «Но мы должны продолжить движение. Если мы боимся двигаться дальше, то власть будет еще наращивать давление. Но я считаю, что это решение ошибочное», – сказал Касьянов в интервью телеканалу «Дождь». Ранее зампред Парнаса Константин Мерзликин сообщил РИА Новости о выходе Навального и Милова из коалиции. При этом он считает, что другие члены партии прогресса и демократического выбора останутся в коалиции. Мерзликин добавил, что базовые договоренности, из-за которых возникли разногласия, касаются формирования общей федеральной части списка, а также позиций по одномандатным округам. Пожар у асфальтового завода в Ростове-на-Дону локализован. ЧП произошло после опрокидывания двух железнодорожных цистерн с битумом. Как сообщается на сайте МЧС, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Напомню, пожару был присвоен высший уровень сложности. Отмечалось, что рядом находится цистерна с бензином. Огонь может перекинуться на нее. В завершении выпуска о валюте официальный курс доллара 65,16 рубля, евро 73,80. И о погоде в Москве сейчас, по данным Гесметио, плюс 13. В течение дня будет ясно, воздух прогреется до 17 градусов. Ольга Данилевич, Говорит Москва. Большая музыкальная премьера. Новый сборник песен на стихи поэта Михаила Гуцериева «Формула счастья». Только любимые звезды, только главные хиты. Стас Михайлов. Да, я жадный на любовь, знаю, что не важно. Таисия Повали. Мое платье, твои круг родные объятья. Ани Лорак. Греет меня память, греет понемножку. И многие другие. Слушайте в Apple Music и покупайте в iTunes. Подробности на сайте гуцериевмедиа.ру. Категория 12+. Смартфон Microsoft Lumia 950. Эффективное решение для бизнеса, объединяющее производительность и надежность. Полная интеграция возможностей Windows и Office. Защита данных от современных угроз безопасности. Возможность использовать смартфон в качестве компьютера, просто подключив его к монитору. Lumia 950. Ваш бизнес. Мобильный. Подробности на Microsoft.ru. Категория 0+. В этом году вы всегда будете на высоте с легендарным Chevrolet Tahoe. Новая цена от 2 миллионов 990 тысяч рублей. Chevrolet Tahoe. Всегда выше обстоятельств. Узнайте больше по телефону горячей линии 8 800 200 00 76 или на сайте Chevrolet.ru. Chevrolet. Если у тебя есть цель в жизни, ты стремишься к ней и мечтаешь о будущем. Если тебе не все равно, что будет с тобой и с твоими близкими. Если ты хочешь добиться многого, тебе нужна жизнь без наркотиков. Сам выбирай свой путь. Сам принимай решения и двигайся вперед. Просто не пробуй. Просто живи без наркотиков. Своя команда, твой спорт, твой чемпионат. Чемпионат.ком. Ведущая спортивный интернет СМИ России. Чемпионат. Главное слово в спорте. По данным Лайв Интернет за сентябрь 2015. Категория 18+. При оформлении годовой подписки на журнал «Эксперт» вы получаете дополнительные 3 месяца подписки. Плюс бесплатный доступ ко всем материалам на сайте эксперт.ру. Телефон 8 800 280 10. Категория 16+. Телефон рекламной службы 737 87 47. Код 495. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва. Сережа, пастушок, поиграешь. Поиграешь, поиграешь. Ранья, друг, Сережа. Сережа, в серебре на рожок. 9 часов 7 минут. Четверг, 28 апреля. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все. Это Радио Говорит Москва. Говорит Москва. Анастасия Ножко, ведущий этой программы. Сергей Даренко. Выкладывает. Ну не лоу-кафти. Твиттери. Ну лоу-кафти, Михаил. Что? У SpaceX огромные гранты правительственные. Пожалуйста, пожалуйста, кто говорит? А, ну и да им помогают. Наши, 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 наши олигархи соревнуются во всем мире и держат первенство в покупке самых крупных яхт на планете Земля. Я бы сказала... Значит, американские олигархи соревнуются в космических программах. Товарищи, ну давайте, ну давайте все. Последние, у них не только гранты, у них просто контракты коммерческие. Последние, вот на 83 миллиона, для Пентагона будет GPS спутник запускать. Да, да, да. Маленькие деньги, 83 миллиона. А мы напряжением всей страны, всех сил, всей страны... Выбивая зарплату. Десятками, сотнями, миллиардов выделяя на космическую программу, запускаем старую советскую ракету. Ничего, ничего, тут просто надо понимать, что это так. Ну это так. Ну вот, сказать, это ровно так, товарищи. Никто же не говорит, что это хорошо или плохо. Я за, я очень приветствую, я поздравляю всех. Мы действительно тратим миллиарды, простите, десятки и сотни миллиардов из госбюджета на то, чтобы запустить в результате, по результату, советскую старую ракету. Ну молодцы, ну что сказать. Но у нас есть программа колонизации Москвы. Значит, на сайте Роскосмоса. На сайте Роскосмоса. На сайте Роскосмоса. По десятилетиям и по пятилеткам. Вот давайте по пятилеткам. И, значит, и здесь есть десятилетия. Это на сайте Роскосмоса. Вы можете зайти и посмотреть. 1970-й, 1979-й. Включительно. 174 пуска. 100% успешных. Запомните, пожалуйста, эту цифру. 70-й, 79-й. 174 пуска. 100% успешные. 1980-й, 1989-й. Все еще есть Советский Союз. 114 пусков. 100% успешных. 100% успешных. Дальше. 90-й, 99-й. Страшные 90-е. Вы помните, да? 84 успешных и 2 аварийных. Значит, около 98% успешных. 98% успешных. Это в страшные 90-е. В кошмарные 90-е. Которые вас пугают. Уже не 100% успешных. 98. Блистательные 2000-е. Прекрасные 2000-е. Когда мы удвоили, утроили, восьмерили и все на свете. 2000-й, 2009-й. 95% успешных. 167 успешных. 9 аварийных пусков. 9 аварийных. То есть хуже, чем в 90-е. В 2000-е мы летали в космос. Хуже, чем в 90-е. Понятно, что я говорю? 10-й, 13-й. 10-й, 13-й. Да. 81 успешный. 7 аварийных. То есть мы все время развиваемся. Вы заметили, как мы развиваемся, да? Ну, в хорошем смысле. Развиваемся. Значит, всего 92% успешных. 92% успешных. 8% неуспешных пусков. Нет. В советское время такого не было. И даже в варварские, ужасные, страшные 90-е. Такого не было. Это понятно? Ну, я вас утешу. Значит, я тебя сейчас утешу. 14-й, 15-й год. 45 успешных, 3 аварийных. Но это пишет Роскосмос. Не я. Я не пишу этого, ребята. Я журналист. Я бритый как аду. Я сейчас выложил. Я видела. Медведи попугай. Как аду во мне вызывает ощущение, что его надо съесть. Я бритый как аду. Я говорю чужие слова. Я пишу. Это лежит у Роскосмоса. Понятно, о чем я говорю? Сейчас у нас сегодня 93% успешных пусков. 93%. При этом, напоминаю, в советское время было 100% успешных пусков. А в страшные 90-е почти 98%. 97,68%. Понятно, о чем я говорю? 98% пусков были успешны в страшное советское время. И в 90-е страшные, которые вы проклинаете Ленина, собираетесь выволочить из мавзолея, проклять Советский Союз, насрать на могилы. Все, что вы собираетесь сделать, вы молодцы. Я же за вас. Я всегда за вас. Слушайте, вы всегда можете быть уверены, что куда бы вы не побежали толпой, я всегда побегу за вами, улюлюкая и крича от радости. Ура, 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 ура. Я рад, нет проблем. К 30-му году. Но я утверждаю, что сейчас, с 2010 года, когда мы наконец стали зрелыми, красивыми, вообще расправили плечи, мы осуществляем пуски успешные 92-93%. Остальные неуспешные, понятно? В советское время было 100% успешных, а в страшные 90-е 98% успешных. То есть страшные 90-е были намного лучше, чем сейчас. В смысле космической программы. И я вам объясню, почему. Не потому, что 90-е дали развитие, а потому, что в 90-е Советский Союз еще медленно умирал. Медленно умирал. Но пуски осуществляли советские люди. Пуски осуществляли советские инженеры, конструкторы. Понятно? Понятно? Нация инженеров, конструкторов, нация математиков, нация большой инженерной культуры превратилась в нацию попов, массажистов и охранников. Вы работаете сейчас либо попом, что я приветствую еще раз, я говорю, никаких у меня возражений нет ни минуты. Попом, либо вы работаете охранником, я правильно вычислил ваше место работы, либо вы сфера услуг массажист, визажист и прочее прочее. А? Водитель. Водитель или политик, который все это объясняет, почему это хорошо. Но это так. Не надо со мной спорить. Другое дело. Скажите, я против этого выступаю? Нет. Я это приветствую всей своей душой. Всей своей душой я впереди иду со знаменем с криком «Ура, товарищи! Ура!» Здравствуйте. Доброе утро. Да. Здравствуйте. Инженер. Инженер. У меня такое... Я не понимаю, почему вы так сильно беспокоитесь по поводу старой конструкции ракеты. Я не беспокоюсь. Зачем мне беспокоиться? А зачем мне беспокоиться? Ну вы так на этом акцентируете внимание, что вот старая советская ракета. Ну она старая советская. Вы испытываете новый комплекс. Вы испытываете новую стартовую площадку. Да. Почему вы на нее должны загонять новую дорогую передовую ракету, вместо того, чтобы испытать весь процесс и весь агрегат? Да, я вам скажу. Он может дать сбои. После первого же запуска надо будет что-то изменить, что-то добавить, что-то отвалится. Я вам скажу, что я, во-первых, говорил об этом с восторгом, а во-вторых, на космодром ушло от 300 до 600 миллиардов рублей, по разным данным. Украдено 13 миллиардов рублей только полтора года назад. Голикова говорила, что полтора года назад было 13 миллиардов рублей, уже украдено. Значит, я хотел бы видеть какой-то результат, и я рассказываю, какой результат. Результат такой, сотни миллиардов рублей запулили и запустили старую советскую ракету. Вот и все, я же говорю с восторгом. Ну, вы совершенно, во-первых, давайте так, денежки отдельно, космодром отдельно. Это первое. Второе, космодром сделан, стартовая площадка сделана, все агрегаты работают исправно и так далее. Перечислять я не буду. Давайте так, если вы хотите разбираться в финансовом, то можно абсолютно одинаково сравнить, где сперли на метро и где сперли на космодроме. Это процесс одинаковый, поэтому это надо отложить в сторону. Что неправильно в моей фразе. Это первое. Второе, если вы говорите о космодроме, то, извините, он сделан, он готов, и он будет развиваться дальше, и на нем будут запускать новые передовые технологии. Агрегардов запустим, нет проблем. Слушайте, что вам неправильно кажется в моей фразе? В вашей фразе мне не нравятся акценты. То, что вы, вместо того, чтобы сказать о том, что действительно сделано, вы сделаете акцент о том, что это багаж советского времени и так далее. Да, ракета, багаж советского времени. Инженеры попросят нарисовать автомобиль, то вы схематично нарисуете четыре колеса, рули, мотор. Вот эта ракета то же самое. То, что в ней начинка совершенно другая, и это совершенно другой агрегат. Вы об этом не говорите. Сколько там нового? Да я вас спрашиваю, ну все, митинг закончился. Скажите, что там нового? Что там нового? Вам, извините, я не могу вам перечислять все, что там новое. Понятно. Она и не должна быть в этой ситуации новой. Мы должны взять идеальную отработанную старую и на новом стартовом комплексе, чтобы у нас отнести все излишние неполадки. Да. Ну какой идиот будет запускать самую новую ракету с самого нового комплекса? А новое это значит худшее, правильно? Или новое значит лучшее? Я просто хочу понять. Нет. Нет, подождите, подождите, подождите. Если я захочу вам показать, если я вам захочу показать красивую машину, я вас повезу на Запорожце или на БМВ? Она должна повезать... Я вас повезу на Запорожце или на БМВ? Я спрашиваю. Я вас спрашиваю, если я вам захочу показать красивую машину. Я вас повезу на Запорожце или на БМВ? Извините, вы что хотите мне показать? Я вас повезу, когда я покажу красивую дорогу, красивый пуст красивой дороги. Я вас повезу на Запорожце или на БМВ Мне Если вы захотите просто мне автомобиль показать Это одно Если вы захотите мне показать Вы мне говорите, что новое хуже старое Вы мне говорите, что новое хуже старое Вы сейчас сказали Товарищ Он мне сказал, естественно используется старое Он же мне сказал, естественно используется старое Естественно, конечно используется старое Естественно, конечно используется советское Конечно Конечно. А я разве не это сказал? А я разве не это сказал? Потому что мы сомневаемся, что новая полетит. Мы сомневаемся, мы не верим в новую. Мы верим в старую. Ну, и она дешевле. Значит, это вот вам весь акцент. Теперь еще раз статистика Роскосмоса лежит в открытом доступе. Посмотрите, пожалуйста, сколько успешных пусков у Советского Союза и сколько у нас. Посмотрите, пожалуйста. Эта советская статистика лежит в открытом доступе. И в 90-е годы успешных пусков было больше, чем сейчас. Понятно, о чем я говорю? Это не акцент, это факт. Пожалуйста, факт. Значит, мы засадили в космодром от 300 до 600 миллиардов рублей. Мы не знаем, сколько. Разные начальники развивали разные суммы. От 300 до 600 миллиардов рублей. Мы украли там только Голикова, считает, 13 миллиардов рублей. И сделав этот героический прорыв, мы запустили старую советскую ракету. Точка. Набитую, да. Вы говорите, но что там внутри? Я вам расскажу, что там внутри. Китайское оборудование. Мы запустили советскую ракету, набитую китайским, тайваньским микросхемами. Мы запустили старую, еще раз, советскую, еще раз, ракету, набитую китайским и тайваньским оборудованием. Вы не в курсе, но просто мне интересно. Ну вы, ну вы, какие акценты? Кто говорит, что это плохо? Я не говорю, что это плохо, это блистательно. Блистательно, ура, товарищи! А что вы говорите? Ну что вы? Зачем вы портите мне праздник? Да, здравствуйте. Доброе утро, Сергей. Здрасте, да. Очень сложно, конечно, говорить, когда вас заводят. Нет, меня уже, меня абсолютно как заводят, так разводят, да. Отчасти согласен, конечно. Да. Жалко, что, нет, на самом деле построен космодром, это хорошо. Да хорошо, пожалуйста. Жалко, что такой ценой, такими деньгами. Да. Но космодром, это железо, на самом деле. Бетона, много бетона, да. А на нем нужны хорошие специалисты, чтобы работали. И опять мы упираемся в наше образование. К сожалению, надо дать себе понять, что для того, чтобы все хорошо заработало, надо просто подождать 10-19 лет. Да. И если мы, скажем, поставим перед собой такую задачу, создать профессиональный хороший слой специалистов, то за 10-12 лет его сделать можно. Да. Но опять-таки, все наши алмазы будут там, за бугром. К сожалению, все хорошие специалисты, которых мы создаем, они вот, ну, уезжают туда. Вопрос, как оставить их здесь? Я считаю, что надо все-таки более жестче подходить к формированию нашей научной элиты. Ну, либо как-то делать, заключать контракты с ними на работу, либо изначально, в общем-то, планировать какие-то условия, создавать им такие, чтобы они оставались все-таки здесь. И я считаю, что за 10-12 лет задача создания классных специалистов, которые бы действительно сделали прорыв в нашей стране, еще возможна. Потому что вот тот слой хороших, квалифицированных людей, которые могли бы передать свой опыт, у нас еще на самом деле есть. Спасибо, спасибо, спасибо. 7373948, 7373948. Алла, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Ну, Платлен, Москва, здрасте. Я вот за инженера. Он имел в виду, что новая ракета стоит у нас, она лежит там на складе, собранная из наших уже всех этих, но ее он не хочет запускать, потому что надо старую испытать. Вдруг что-то не получится, космодром плохо пойдет. Ну да, ну да, ну да. Поэтому он это имел в виду. Я понимаю точно, что нужно сначала не рисковать. А, да. Слово «не рисковать» вот это же. Ну, бля, ты там, в заказнике. Давайте так, нам с вами надо, нам с вами. Вы ездите на машине? Ездите, да. Да. Вот вам надо доехать до Лиссабона, мне и вам, вдвоем, до Лиссабона. Значит, мы с вами возьмем машину русскую, пытаюсь вспомнить, но ее ни одной нет. Я на ней. На какой русской машине вы? Лада Ларгус. А это Рено, здрасте. Это Рено, румынская, это же румынская переделка Рено полностью, близко даже не относится никак к России, кроме того, что собрано здесь. Нет. Нужна какая-то русская машина. Волга и та украдена с Форда. Ну хорошо, Волга. Значит, мы с вами возьмем вот эту вашу Ладу Ларгус, которая французская машина, Рено. Да. Или мы возьмем Волгу, русскую машину, до Лиссабона и обратно. Ну вопрос к вам просто. Ну вот испытание у нас, мы же о чем говорим? Новый космодром, решили не рисковать. Это как если бы мы сказали, доедем до Лиссабона и обратно. Давайте... Не, а мы хотим, у нас новая дорога до Лиссабона. Да, и мы русские делали. Новую дорогу. Мы не хотим, не хотим новую машину сейчас пока... Рисковать мы не хотим, мы не хотим облажаться. Так мы на чем поедем в Лиссабон? Нет, на чем поедем в Лиссабон? Мы с вами. Чтобы проверить дорогу, поедем на старой. Нет, я поеду на хорошую. А я поеду на хорошую. Потому что и на надежной. Значит, надежная, как наиболее надежная. Выбрано старая, вот и все. Вот и все пироги, товарищи. Значит, давайте скажем честно, что я вам перевожу в бытовую сферу. Вам надо доехать до Лиссабона и обратно. Вы говорите, ну так вот говорите себе. Ну на чем вот мы поедем? Добраться надо реально только до Белоруссии. Потому что в России дороги плохие, как вы знаете, а в Белоруссии хорошие. То есть надо до русской границы добраться. По подвеске. По подвеске. До русской границы. Дальше дороги подвеской не интересуются. Хорошие. В Польше, говорят, еще плохие на севере. Там колеи высокие. Значит, но мы туда не поедем. Правильно? Дальше дороги везде блистательные. Блистательные. До русской границы нас интересует подвеска. Дальше нас с вами интересует расход топлива. Правильно? Ну потому что дорогой бензин становится. Бензин становится дорогой. Расход топлива интересен. Да, интересен. Значит, я выберу, я тебе могу сказать, БМВ. Почему БМВ? Потому что подвеска ее, хоть она и алюминиевая, до русской границы выдержит легко. А дальше до Лиссабона она шепчет под шорох ресниц. Что там? Какая разница? Дальше я ее поставлю в Эко-Про, чтобы расход бензина был низкий, чтобы расход дизеля был низкий. Понятно? Да. Я на говне не поеду. Я поеду на хорошей машине. Надежной машине. Могу взять Мерседес. БМВ на. Первую голову, конечно, БМВ. Я просто интересней. Могу взять Мерседес. Могу взять, что еще возьму. А то ничего больше я не возьму. А я больше ничего не возьму. Потому что Ауди жрет масло. Ну я нафиг. Я что, должен с собой канистры масла возить? Да пошли они. Все, понятно, да? Все. Больше никаких машин я не беру. Если мне надо скучно и 10 раз доехать до Лиссабона, я возьму Тойоту. Если мне 10 раз надо доехать до Лиссабона, скучно. Я возьму Тойоту. Все. Три машины. Ну или Лексус. Это одно и то же. Понятно, да? Вот и все. Вот и все недолга. Значит, люди так же и рассуждали. Они говорили, слушайте, надо не облажаться. Надо не облажаться. Возьмем самую проверенную хорошую ракету. Какая самая проверенная, самая хорошая? Советская. Ну это очевидно, что советская значит шампанское. Вы что, смеетесь? Советская значит шампанское. Алло, здравствуйте, я слушаю вас. Да, Сергей, здравствуйте. Может быть, пошло на космодром. От 300 до 600 миллиардов. То есть денег никто не жалел. Смотрели. Надежная. Да, но зачем вам надежная машина, чтобы ехать по новой дороге? А вдруг там будет яма? Надежная. Совершенно верно. И когда критерий надежности, когда выходит на первый план, то выбирается советская ракета. Ну и все. Ну что тут не понять. Мне кажется, тут еще как-то с точки зрения практичности. Практичности простая. Позвав президента, мы знаем, что мы не должны облажаться. Значит, главное не дешевизна, а то бы коробок со спичками запустили, если бы дешевизна нужна была. А главное, конечно, надежность. Вот надежность выбрали самую надежную, советскую. Со второго раза запустили. Ну что, скажите, что нет. Да. Не сработало, по некоторым данным, не сработало, по некоторым, я говорю, это у меня не комиссия говорит, это пресса. Именно не сработало оборудование, которое взамен украинского стали делать русские в последнее время. Еще, наверное, не умеют пока. Вот оно не сработало. Ну, хорошо. Ну, ладно, научатся когда-нибудь. То есть в советской ракете не сработало ни тайваньское оборудование и ни китайское оборудование. Нет. Тайваньское и китайское хорошо сработало. Не сработало русское. Потом сработало. Ну, как-то там что-то такое подшаманили. Где-то, может, спичечку вставили. Я знаю. Я не знаю. Ну, что-то... Ну, а потом вдруг, глядишь, работает. Смотри. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. С точки зрения маркетинга и поднятия рейтинга, ошибка была, могла быть сделана специально. Президент специально остался. И вот, посмотрите, он остался. Все поправил. Чудо, 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 чудо. Чудо. Чудом, чудом, да. Ну, не знаю. Такой рискованный маркетинг. Сколько угодно в торговле этим занимаются. В последний момент что-то подкрутили. О, смотрите, заработал наше учреждение. Ну, вы представляете, какое количество... Несколько сотен человек знают, что автоматика была включена и она отработала назад. Несколько сотен человек должны тогда лгать, а они не работают в администрации. Они не работают в администрации. Они бы протекли. Алло, здравствуйте, слушаю. О, простите. 73-73-94-8. 73-73-94-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Сергей, добрый день. Здравствуйте. Это Игорь вас беспокоит из Риотова. Здравствуйте. Я очень слушаю вашу передачу. Спасибо. Только не тратьте время на это. Я работаю просто... Работал на Байконуре. Да. В 84-86-88 год. Когда мы подготавливали от первой экспедиции, это завод прожектора, если знаете, такой, наш соэнтузиастов. Да. Вот. Мы подготавливали буран к запуску. Да, да, да. Вот. И вы знаете, вот у нас как готовился космос в Советском Союзе. То есть все знали, все знали, что где-то космос пойдет... 15 секунд. ...спутник или с экипажем пойдет где-то через месяц. То есть где-то 2-3 недели... Как можно скорее к выводу? 10 секунд. ...в остальной площадке никто не появлялся. Но за неделю собирали ракету, пропускали ее и запускали. Понимаете, она уходила в космос... 9.30 новости. ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКЛА 94,8 В Москве половина десятого. В студии Ольга Данилевич. Здравствуйте. Космонавт Максим Сураев поздравил всю страну с удачным запуском с Восточного. Сегодня утром ракета-носителя «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту три спутника. Как заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва-Сураев», отработали действительно штатно. Я хочу поздравить всю страну, вот реально всех людей. Это прям, я не знаю, я вот сегодня смотрел, у меня аж мурашки по коже. По поводу вчерашнего, да, неудачной попытки, понимаете, это здорово. Это здорово то, что мы не поддались. Бывает у нас так, что да давай, да вот сейчас навозь, вот президент, нам надо первый раз быстрее, может быть, все пройдет. И это могло случиться плохо. Отработали вот, ну молодцы, молодцы. Напомню, первый старт с Восточного планировалось осуществить еще накануне, однако по техническим причинам его перенесли. Глава Роскосмоса Игорь Комаров отметил, что всего по результатам несостоявшегося пуска было выявлено более 20 замечаний. Глава Роскосмоса пообещал, что они будут устранены. По его словам, для сегодняшнего старта кабели и блок коммутации были заменены. Пожарные потушили горящие цистерны с битумом. В Ростове-на-Дону угрозы населению нет. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС, по результатам замеров воздуха в районе ЧП, повышенного содержания токсичных веществ не зафиксировано. Напомню, рядом с асфальтовым заводом в Ростове-на-Дону прокинулись и загорелись две железнодорожные цистерны. Пожару был присвоен высший уровень сложности. В результате происшествия никто не пострадал. По факту случившегося проводится общенадзорная проверка. В сообщении, которые в эти минуты поступают на ленте информагентств, 12 человек задержаны по делу о терактах на западе Турции. Об этом сообщает РИА Новости. Подробности последуют. Баку сообщает о гибели одного и ранении восьми мирных жителей при атаке армянских военных. Всего за сутки Минобороны Азербайджана насчитало 120 обстрелов. По данным ведомства, использовались крупнокалиберные пулеметы, минометы и артиллерийские установки. В свою очередь, вооруженные силы Азербайджана нанесли 121 огневой удар по позициям Армении. При этом отмечается, что были атакованы исключительно военные объекты. Ситуация в зоне Карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля. Начались боевые действия с применением авиации и артиллерии. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и заявили о значительных потерях противника. 5 апреля в Баку и Степанакерте сообщили о достижении соглашения по прекращению огня. Между тем, ежедневно стороны обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях. Михаил Саакашвили сообщил о прибытии в Одессу 300 правоохранителей. По словам губернатора региона, они будут охранять общественный порядок 2 мая, поскольку есть информация о готовящихся провокациях. Ранее Саакашвили заявлял, что президент Украины Петр Порошенко поручил ввести в Одессу дополнительно до тысячи сотрудников полиции и нацгвардии. Позднее советник главы МВД Зарян Шкиряк сообщил, что заявления губернатора не соответствуют действительности. По его словам, нет никакой необходимости вводить в город дополнительные силы. Советник министра также призвал прекратить истерику накануне 2 мая. Он отметил, что сил и средств подразделений нацгвардии и полиции вполне достаточно, чтобы справиться с любыми вызовами. 2 мая 2014 года в Одессе произошли крупнейшие столкновения между приверженцами федерализации Украины и сторонниками Евромайдана. В ходе беспорядков часть пророссийских активистов укрылась в Доме профсоюзов. Приверженцы киевских властей подожгли здание. По официальным данным погибли 48 человек, свыше 200 пострадали. В завершении выпуска о валюте официальный курс доллара 65,16 руб. евро 73,80. И о погоде в Москве сейчас, по данным Гесметио, плюс 14. В течение дня будет ясно, воздух прогреется до 17 градусов. Ольга Данилевич, «Говорит Москва». Телеканал 360 ищет репортеров среди зрителей. Установите на смартфон специальное приложение и ждите заданий. Если снятые вами кадры попадут в эфир, получите гонорар. Репортер 360. 17+. Телефон рекламной службы 737-8747, код 495. По будням, кроме вторника, после 12. Наша команда играет в защите. Время знать свое право. Право знать. В прямом эфире вас консультирует народный адвокат. «Говорит Москва». Доброе утро всем. У микрофона Анастасия Ножко. Успешно запустили ракету. Все хорошо. С космодрома «Восток» впервые в истории. Значит, новый космодром. Все. Подробности смотрите в аргументах и фактах. «Неизависимая» пишет. Местные предприниматели на местах, где-то там, везде, в регионах, платят сегодня чиновникам больше, чем бандитам в 90-е. Статья называется «Джунгли региональной экономики». «Порождают новые кущевки». И там же в «Независимой» статье «Зачем обществу пропаганда науки в отсутствие самой науки». Вот очередной фестиваль для детей будут проводить, чтобы втягивать их в эти научные все знания, исследования. Но на самом деле, когда в стране, ну, то есть Ливанов говорит, что повышает это все престиж научной деятельности, ну, о каком престиже, говорит министр старшего научного сотрудника зарплаты в 18-25 тысяч рублей, о каком престиже можно говорить, непонятно, пишет автор. Смотрите подробнее в статье «Время вкладываться в исследование в «Независимой».» МК рассказывает, козла Тимура привезли в Москву из-за водорослей в его ранах. Перевозка животного на самолете из Владивостока обошлась в 16 тысяч рублей. Сейчас он в специальном ветеринарном институте находится. Это его, кстати, тигр поцарапал. Борис Грызлов может стать банкиром. Бывший спикер Госдумы и член Совета безопасности Борис Грызлов может войти в совет директоров банка «Югра» Алексея Хотина. Недавно ЦБ ограничил банку привлечения вкладов, кстати. И там же в «Ведомостях» сегодня статья министра экономического развития Улюкаева. Его видение нашего будущего вы можете посмотреть в газете «Ведомости» об идеологии экономической политики. Он пишет сам, вот, видимо. Ну и про девочку, вот эту 11-летнюю, которая пролетела в Петербург из Москвы, пристроившись к какой-то семье, говорят, очень из буйной фантазии девочек. Семья не такая нестандартная, неблагополучная. Когда-то, когда она была маленькая, мама, живущая на первом этаже, просто выставляла кляску с ребенком за дверь, вот, и там, значит, уходила на несколько часов. А вообще девочка довольно самостоятельно гуляет все время с подружкой по району. У нее есть старшая сестра. Девочка постоянно врет сейчас с сотрудником полиции, которые пытаются разобраться, как же ей удалось добраться до Петербурга, а мама приедет за девочкой через недельку. 9.37 – это был обзор прессы. Говорит Москва. 94,8. Подъем. Настен, слушай, значит, про движение. Я должен сказать, мы давали уже на сайте, говорит, Москва давала, значит, но я хочу повторить. Движение транспорта в центре Москвы будет ограничено в четверг, 28 апреля, а это сегодня 28 апреля, для проведения репетиции Парада Победы. будет ограничено движение на столичных дорогах. Шествие колонны начнется в 16 часов. В 16 часов? Начнет шествовать колонна. Значит, движение будет ограничено по маршруту прохождения военной техники. Смотрите. Да. Улица Нижние Мневники. Да. Значит, раз. Народное ополчение. Все у нас здесь. Звенегородское шоссе. Мневники. Еще Нижние и просто Мневники. Без Нижних. Звенегородское шоссе. О, они по мосту пойдут. Как это красиво, как это элегантно. Может быть, мост обрушится. Интересно будет посмотреть. Когда они в этот... Улкрасная пресня, Улкрасная пресня, Баррикадная, Садовая, Кудринская, Большая Садовая, Триумфальная площадь, Тверская, Кремлевская набережная, Боровицкая площадь, Маховая, Воздвиженка, Новый Арбат, Новинский бульвар, Садовая, Кудринская, Тверская, Красная площадь, Большой Москворецкий мост, Болотная улица, Болотная площадь, Болотная большой каменный мост вот такая езда вот смотрите значит сегодня с 16 ребят я не сразу а может быть перекроют сразу я не знаю но может быть по мере прохождения может быть по мере прохождения техники будет перекрываться мы на мы с вами этого не знаем 6 но важно что 16 часов шествия колонны начнется 16 часов от нижних мневников где они там прячутся сейчас на нижних мельников кто знает про парад ребят кто участвовал в параде 7373 948 скажите на боролся а где они прячутся там они что из какого-нибудь из какой-нибудь лампы аладдина что-ли вылезают там же внизу там очень много места и где там прячется там прячется техника там прячется техника алло здравствуйте слушай вы участвовали в парадах парадах сергей извините по движению отборовки по внутреннему каду до сколкова еще не доехал за 40 минут что там страшно страшная пробка сейчас посмотрим ладно я посмотрю для вас спасибо большое спасибо у москвы реки оказывается есть лагерь вот этот вот а я понял это где у никита небылицкого можем его много раз обращались к никите небылицкому который оказывается парадоксальным образом в центре событий постоянно когда едешь по нижним дневникам не доезжая хирурга там есть большая такая площадка огромная плацдарм и вот этот плацдарм он принадлежит мне кажется небылицкому и оказывается у небылицкого все это происходит но надо же как интересно необычный все-таки необычный и человек страны значит смотрите эта пробка стоит который вы сейчас говорите до секундочку до минки до минки она стоит мертвая пробка на внутреннем каде в основном в основном это самое секундочку в основном там и аварии тоже но и ремонтная работа но ремонт и работы то там издревле ведутся вы знаете там с покон веку еще кривичи начали там ремонтные работы а еще дтп в правом ряду есть в 934 случилось недавно дтп и она вам прибавил еще два дтп тоже по дороге таким образом прямо от рублевки до простите нет рублевка минка я не прав был реза до киевки даже дальше чем киевка вот я ошибся дальше чем киевка ребят все стоит от рублевки до куда хочешь до киевки и поза киевку еще все стоит в внутреннем кат три аварии и много ремонтных работ вот так значит смотрите мне уже участники парадов которые расскажут мне как это все происходит и как они из нижних дневников идут и что сразу строим но нет сначала наверно какой-то рабочий режим алла здравствуйте слушаю вас там и рублевка перекрыта рублевка тоже перекрыта но и рублевка внутри стоит вся вся рублевка как прикольно да перекрыли вот пишут люди да спасибо восклицательные знаки кто едет по рублевке значит перекрыли перекрыли стоим пишут люди значит люди которые идут по платной трассе очень плотно платная трасса северно-одинцовская очень плотно они не могут въехать в город тоже и затем наконец номинки гигантские пробки ну все сегодня такой день товарищи сегодня такой день во имя величия империи вы должны пострадать мне кажется но я считаю что правильно а когда вы говорите империи мне все время и звездных воинов марш слышится какой-то давай маршка а я забыла мимо марш черномора но наша техника конечно не для марш черномора он имперский марш и звездных войн тоже конечно то есть империя и наш марш все-таки тебе вот этот слышится сейчас секундочку секундочку я тебе его вот они рекламу свою да рекламу все время мешает но осталось девять секунд почему мне показывают эту рекламу вот мне вопрос почему мне показывают эту рекламу осталось одна секунда ну хорошо на стену насладись пойдут сегодня вы должны вы должны вы должны во имя империи вы должны постоять сегодня в пробках ни хрена с вами не случится попотейте пробках но вы должны вы можете ставить пробках двумя способами один из них с ощущением подавленности дабы быть и фрики а другое с ощущением восторга стоите в пробках течение вас ку восторга понимаете восторга мощное произведение согласитесь ну да подходит да да а где какая-нибудь герои вступаются мне кажется нет должны какие-то герои нет там ничего не будет этот марш просто рутинный за кого ты за империю вы знаете после украинских событий я как-то переоценила все свои взгляды на вооруженные конфликты и меня я вообще не могу ни за кого болеть вообще языка вообще не могу да а раньше ты была против империи ты была против империи а сейчас она за империю настена молодец какая нет сейчас странный вывод сейчас не за кого я уже сказала что я не за кого ну ладно успокойтесь хорошо все хорошо точно все хорошо все прикольно 7 3 7 3 9 4 и 8 стойте с восторгом с чувствуешь сопричастности вы творцы истории когда вы стоите попердывая в хорошем смысле вы творите историю вы в сущности в сущности творите историю понимаете весь мир весь мир с восторгом затаенном с восторгом смотрят на это понимаете алло здрасте слушаю вас здравствуйте да со стороны кошельки в сторону лошадки над кадром пожарный вертолет с гондолой полетел вот видите что-нибудь да погасит а может это учения идут гондола мне кажется это для того чтобы раненых привозить что есть гондольери нет и он поет там за нет а так и в раненых привозят как это называется носилки такие сразу госпиталь а у нас есть госпитали с площадками расскажите расскажите как вы стоите слушай ну там конечно совсем как-то колоссально стоят на рублевке на рублевке и вокруг рублевки и кстати говоря давно я это вообще название все красное слово рублевка да она исчезла а там люди уехали все в лондон все в лондоне и все на метро не стал сейчас стоит все как совсем кошмарно от этого самого от подушкинского шоссе в мертвую состоит 7373 948 расскажите мне про эту репетицию парада уже что ли началась алло здрасте а сергей здравствуйте я по поводу парада я просто каждый день проезжаю по внемникам помните вот там был строительный рынок овощной рынок вот я говорю это там никита никита не да там выложили плитами там стоит техника там проводили учения а проходить они будут то есть они идут по прямой карамышевскую набережную проходят на народного ополчения поворачивают на мнебники и по за городского мосту в центр по баррикадной это я в интернете да там позвонить спасибо вам огромное я попробую все-таки виновнику этого торжества позвонить человеку который владелец этой фигни но там же не не хватит места даже не красная площадь она меньше за заметно меньше чем красная площадь он устраивает там парад на на во внемниках удивительно удивительно человек сейчас мы его выведем в эфир если он возьмет трубку я не уверен может ему надо по иностранному звонить как нечестно попробуем он возьмет свой русский телефон я не знаю где он он бывает в нескольких странах он бывает то в судане тоже тоже человек весьма подозрительный он иногда по его словам едет в судан через марокко на мотоцикле вот у него такие бывают рейсы еще пересекая ливию и все на свете понимаете сейчас я попробую значит как-то 8 10 наверное надо набрать да нет 8 9 10 вот так 8 9 10 чтобы международка было а потом уже по погнали они там 34 ну а не буду забирать хорошо я хотел просто найти человека владелец этой территории интересно за какие шиши он сдает ее кремлю будет очень смешно и интересно вот слушай значит время вкладываться в исследование кстати говоря вот это продолжение тема космоса на секундочку не собирается обсуждать просто вас хочу поприветствовать вот этими данными всех кто со мной спорил всех кто со мной спорил если позволите по данным юнеско доля россии в общем мировых расходах на неокр неокр слышали такое слово в общем мировых расходах на всей планете земля есть державы которые занимаются неокром ездишь а есть которые не занимаются нет значит вот россия вкладывает в общем мировой неокр 1,7 процента мне кажется даже много по деньгам 1,7 процента да соединенные штаты америки ну знаю что я плохие безусловно конечно тупые люди абсолютно тупые ничтожные образование у них очень плохое образование у них разрушено изначально и все на свете значит мы тратим одну целую 7 десятых процентов общем мировых расходов на неокр соединенные штаты 28 целых одну десятую 28 целых одну десятую китай около 20 процентов ну давайте 19 6 округлим до 20 давайте округлим до 20 и тогда получится что соединенные штаты тратят в мире на неокр 28 процентов одну десятую тоже пренебрежем если позволите одной десятой значит сша тратят 28 процентов китай 20 процентов все общем мировых расходов на науку общем мировых расходов значит а россия 1,7 но поскольку статьи расхода на науку на неокр у нас не защищенные то вероятно силуанов и это отрежет то есть и этого не будет и этого ничтожного этого этой ничтожной цифры вероятно все равно пренебрежет вероятно вероятно не будет это не беды это пренебрежительно важной малой суммы не будет вероятно потому что силуанов может и отрезать потому что он собирается сокращать бюджет а как вы хорошо понимаете наука незащищенная статья расходов вот этим дело и кончится хорошо и это позволит нам опережающими темпами как вы понимаете догонять и перегонять весь мир ну я считаю это напрямую связано козел тимур слушайте вы хотите хотите знать кому вольготно весело живется на руси купчини толстобрюхому нет козлу тимуру козла тимура экстренно перевозят на лечение в москву экстренно госпитализировали козла тимура экстренно перевезли в москву для лечения здесь в москве интересно куда его склифосовского поместят нет есть специальный ветеринарный институт навещать его нельзя там журналист уже дошел козел тимур должен проходить скорее по военной линии в закрытых учреждения у нас здесь есть госпиталь мвд самое стать на октябрьское поле отправить козла тимура и дать ему генеральский номер дать я какой что-то офицер с офицерами подселить его с офицерами что ли скажите мне пожалуйста козла тимура козла тимура экстренно госпитализировали в москву специально я не знаю специальный либорд выдвигался на эту тему а может быть специальный самолет не со всеми же пассажирами ну как он должен нет в эконом-классе что это большой огромный клиент поджал ножки козлы как вот такими маленькими горошинами очень легко убирать это легко почти не пахнут стюардессы могут легко убирать сена вегетарианцы могут помочь проникшие без билета на борт 11-летней девочки девочки сказать девочка вышли дать сколько хочешь но совочком бегай за козлом и она будет горошинки не так часто как я содержала я была пастухом собственных коз и овец расскажи мне не знаете об этом эпизоде моей жизни но у меня отец же опростился ушел жить в деревню вот в какой-то момент когда вышел на пенсию и значит стал заводить там хозяйство меня туда отправляли но я соответственно я ездила туда на лето один раз даже зимой один год там провела до вот и ухаживала за всеми и ходила посла овец и коз да поэтому я очень хорошо знаю как они что делают и так далее и что коза у меня сколько тебе было лет мне хотелось бы уточнить ну получается где-то с 11 до 15 до 16 как раз ты была как 11-летняя девочка из самолета да очень тосковала я сидела и смотрела в этой новгородской области где знаете световое окно ой световое вот в ночном небе когда в город большой такой световой купол над ним я пыталась вычислить где петербург в какой стране и пыталась разглядеть этот световой где жадно хотел сбежать в петербург друзьям а но тем не менее я познала вот это вот одиночество ну на хуторе и так далее все же позачки у тимура удовлетворительное состояние он сейчас госпитализирован здесь в москве он хорошо ест и много двигается какой-то серьезные проблемы со здоровьем просто просто и павел павел дорогой вот послушайте просто у него плохо заживают раны плохо заживают раны который он получил от трепки тигра амура мы думаем что у него развились микро водоросли в ранее которые нарезают с бактериями вирусами или шайниками живут в организме животного и там размножаются в ранах труса и они мешают заживлению раны поэтому в москве его подлечит он нет я держу а он не в госпитале вода не в госпа нет он не в госпитале мтш нет теперь известно где он что и только ледяные козлов тоже приходится приводить в москву на лечение данное вылечить нужно Weightless прекрасный тезис что в россии всего есть один город это москва то есть людей у нас на лечении тоже отовсюду везут в москву но ко зону в то же видите козлов только в москву прошли нигде ближе москвы из Приморья везут. Значит, нигде ближе Москвы ни одного медицинского центра просто нет. Ветеринарная академия не Минескрябина. Ветеринарная академия не Минескрябина. Многие пенсии сейчас завидуют козлу Тимура, пишут апостолу. Хотели бы быть на его месте в ветеринарной академии. Товарищи пенсионеры, пойдите на прием ветеринарную академию Минескрябина, может быть... Но мы не сильно отличаемся, кстати. Ну мы же тоже Минескрябина. Не сильно. Не сильно. Такие водоросли у нас такие же в ранах несуживающих могут быть. Нам нужны гарантии Тимура. Козла Тимура. Быстрейшие гарантии. Нет, гарантии быстрейшего восстановления. Скажите, пожалуйста, но это действительно национальная идея. Ну, когда он подвечется, вернут ли его обратно Тигру? Ну, скажешь, что точно. Вернут ли его Тигру? Нет, никогда. Теперь уже никогда. Теперь, когда он стоил нам... И накажет одиночеством. Когда он стоил нам таких денег... Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, Сергей. Он точно идет по военному ведомству и как человек, стоящий в пробке вот здесь перед Рублевкой, я думаю, что как раз его-то и привезучие. А, то есть пробка из-за того, что везут козла? Абсолютно так. Он уже содержит... Я думала, что вы как козла, как человека. Его перевозка стоила всего 16 тысяч рублей. Всего 16 тысяч рублей. Он дешевле, чем человек он летел. Он летел дешевле человека. Ну, туда 16 тысяч рублей. Нет, теперь надо прикинуться к козлу, чтобы нормально долететь из Владивостока за 16 тысяч. Нет, подожди. 16 тысяч рублей. Это же речь о чем? В один конец. В один конец, товарищи. Билет с открытой датой. Конечно. А обратно будут другие 16 тысяч. А надо его вернуть обратно у меня? Нет, 16 тысяч. Я правильно понимаю, что это не в оба конца? Что это в один конец? Можно его сделать членом совета директоров какого-нибудь банка? У него было достаточно... Во время перелета у него было... Вы знаете, еще раз я повторяю, что козла Тимура госпитализировали в Москве. Его отправили для госпитализации в Москву. Это же не здорово себя чувствует и все. Вот. У него достаточно было пространства, чтобы лечь и поспать. В дороге была еда и вода. Его поместили в отдельный стерильный бокс сейчас. Сейчас он лежит в генеральской палате. В генеральской палате. Главный врач хирургического отделения просит пока не беспокоить пациента. Потом может быть приносим яблок. А? Можно быть. В сеточке. Козла сейчас будут обследовать, брать у него анализы. Через неделю все будут готовы результаты. Козлу поставят диагноз. Ну, что тут у нас? Мы на утреннем обходе врач находить. Сестра ему в жопу сует термометр сразу, правильно? Утром в 7 утра, когда все еще спят, обязательно надо принять препараты, померить температуру. Померить температуру. Конечно, конечно. Тимуру поставят диагноз. И будет обнародован план лечения, товарищи. Будет обнародован план лечения. Затем можно будет принимать, он будет принимать посетителей с сеном и с морковкой. Почему с сеном? Мне кажется, с сено не надо. Почему с сеном не надо? С сено не надо, потому что это низкокалорийно. Нет, это не. Животные любят морковку, яблочко действительно. Мы вот, например, наших коз кормили черным хлебом, размоченным в воде. Вот видите, значит, скоро, может быть, приехать. Все, слава тебе, Господи, козла Тимура госпитализировали в Москве, специально доставили, и все это прекрасно. Все это прекрасно. И он лежит в отдельной палате. Видите? Интересно. Почему никто не хочет посмеяться над этим? Полковник, я думаю, все-таки. Алло, полковник, здравствуйте. Здравствуйте, Настя, здравствуйте. Скажи, что ему место в госпитале. Ну, я, я, вот вы, честно говоря, занижаете, ну, прямо это, потенциальную должность для козла Тимура. Да. Егор Тимурович у нас был вице-премьером, теперь Тимур вполне может стать... Да, я бы, я... Ну, я-то прочил его в госпитале МВД, видите, его не пустили. Ну, это-то понятно, потому что там на излечении, как козлов тоже, в хорошем смысле этого слова, как вы говорите. В хорошем, только мы в хорошем. Хватает, безусловно, да, и не только на излечении. Да, спасибо. Да, дальше, вот обратите внимание, по крайней мере, да, сколько, вот сколько пользы может быть, да, по крайней мере, он явно не сторонник монетарической теории, да, которая на Западе уже отброшена, а у нас все еще используют. А вот прекрасно написал 11-й, ослы доставили козла. Ослы доставили козла. Нет, ну, нет, ну тут другое. Люди-то подневольные доставляли, да? А не дешевле его расчленить для наглядных опытов? Это датчан, надо позвать, надо позвать датчан. Это нелюди, известные нелюди датчане, вы знаете, они бы его просто разрезали в присутствии школьников, конечно. Нет, а козочку... В присутствии тигра, мне кажется, надо... Козочку ему приведут, козочку. Козочку вызовут в суд, пока. Нет, какова, он спросит, он спросит глава врача, а какова московская козочка? А? Скажет, я уже... Поведите мне не старую. Да, какова московская козочка? Движение. Подъем. В движении. Животно различает. Движение, движение адское в Москве, точнее, несмотря на 5 баллов в Манамкаде, на юго-западе, что-нибудь такое с 7 до почти 9 по циферблату, настоящий ад на внутреннем Мкаде. Там ремонтные работы сочетаются с тем, что просто движение остановлено нафиг совсем. Стоим, 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 пишет миллион людей в Яндексе, все стоят, все обмениваются друг с другом крепким словцом в этой связи, понимаете? Потому что Яндекс едва успевает убирать крепкое словцо. Новости. Внимание, внимание, говорит Москва. Девяносто четыре и восемь. В Москве 10 утра, в студии Ольга Данилевич. Здравствуйте. Глава Роскосмоса назвал первый запуск с восточного историческим событием. По словам Игоря Комарова, ракета полностью выполнила свою работу. Далее цитирую. Сегодня для нас солнечный день во всех смыслах. В сегодняшний день можно назвать днем начала работы нового российского космодрома, добавил Комаров. Он отметил, что до конца дня сотрудники ведомства будут праздновать и радоваться, а завтра продолжат работу. В 5.01 по Москве с восточного была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а». Она отправила на орбиту три спутника. Связь с ними уже установлена. Планировалось, что пуск пройдет еще накануне, но его отменили по техническим причинам. В России могут ввести электронные туристические визы. Соответствующий законопроект в Госдуму внес сенатор Игорь Чернышев. В пояснительной записке к документу говорится, что это позволит увеличить въездной турпоток в Россию, развить туристическую и транспортную инфраструктуры, создать большое количество новых рабочих мест в отрасли, а также увеличить приток инвестиций. Михаил Касьянов назвал ошибочным выход Алексея Навального и Владимира Милова из Демкоалиции. Председатель Парнаса заявил, что такое давление было ожидаемым, далее цитирую, но мы должны продолжить движение, если мы боимся двигаться дальше, то власть будет еще наращивать давление. Но я считаю, что это решение ошибочно, сказал Касьянов в интервью телеканалу «Дождь». Ранее зампред Парнаса Константин Мерзликин сообщил РИА Новости о выходе Навального и Милова из коалиции, при этом он считает, что другие члены партии прогресса и демократического выбора останутся в коалиции. Мерзликин добавил, что базовые договоренности, из-за которых возникли разногласия, касаются формирования общей федеральной части списка, а также позиции по одномандатным округам. 12 человек задержаны по делу о теракте в Бурсе на западе Турции. Другие подробности не приводятся. Напомню, взрыв прогремел накануне в центре города в районе исторической мечети. По данным властей, атаку произвела смертница, которая стала единственной погибшей. Ранение получили 13 человек, их состояние опасений не вызывает. Движение в центре Москвы ограничат из-за репетиции «Парада Победы», начиная с 16.00, для проезда будут недоступны улицы, по которым пройдет военная техника. Как сообщили в Минобороны, с 18.00 до глубокой ночи жители и гости столицы смогут увидеть парадные расчеты, механизированный колонн на улице Нижней Мневники, Звенигородском шоссе, улицах Красная Пресня, Баррикадная и Садовая Кудринская, а также на Триумфальной площади и Тверской улице. По этому же маршруту техника будет следовать и 5 мая. Водители просят по возможности отказаться от поездок в центр на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. В инфоцентре Яндекс.Пробки предполагают, что перекрытие приведут к серьезным заторам. В завершении выпуска о валюте официальный курс доллара 65,16 рубля, евро 73,80. И о погоде в Москве сейчас, по данным Гесметио, плюс 14. В течение дня будет ясно, воздух прогреется до 17 градусов. Ольга Данилевич, Говорит Москва. Внимание, внимание, Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Реклама. Смартфон Microsoft Lumia 950. Эффективное решение для бизнеса, объединяющее производительность и надежность. Полная интеграция возможностей Windows и Office. Защита данных от современных угроз безопасности. Возможность использовать смартфон в качестве компьютера, просто подключив его к монитору. Lumia 950. Ваш бизнес. Мобильный. Подробности на Microsoft.ru. Категория 0+. Что такое семья? Это там, где ты делаешь свои первые шаги. И даже когда ты падаешь, тебя всегда простят и поддержат. Семья там, где ты получаешь свой первый опыт. Чтобы потом все сделать наоборот и понять, как родители были правы. Семья там, где тебя всегда ждут и примут такого, какой ты на самом деле. Даже если ты всегда забываешь поздравить с праздником. Семья – это лучшее, что у тебя есть. Береги родных и близких. Социальная поддержка семьи и воспитание подрастающего поколения – важное направление государственной политики. Сохраним лучшее вместе. Телефон рекламной службы 737-8747. Код 495. Они предпочитают комфорт. Не соревнуются. Не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Сергей Жигарев. В этот четверг после 15. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Сережа, пастушок, поиграем. Ранья, друг, Сережа, Серебряный рожок. 10 часов 5 минут. Четверг, 28 апреля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это Радио Говорит Москва. Говорит Москва. Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Доброе утро, Сергей Даренко. Человек пишет. Сергей ежедневно просматривает вечерние выпуски новостей на ведущих федеральных телеканалах. Заметил закономерность. Сюжеты с Дмитрием Медведевым показывают с 25 по 35 минуту. Например, позавчера на 25 минуту. Что? А сколько они длятся? Нет, нет, вообще обычно нет. Спока, спока, спока. Значит, вообще, ну, в смысле, начинаются. А сюжеты начинаются, пока. С 25 по 35 минуту. Например, позавчера на 25 минуте. Вчера на 32 минуте на Первом канале. А сколько весь сюжет? Иногда до смешного. На Первом канале и на России один. На 25 минуте. И все как под копирку. Если заседание правительства проводит Владимир Владимирович, то могут на второй минуте показать. Но в этих сюжетах Дмитрий Анатольевич не выделяется. Как-то несправедливо. И так далее, и так далее. Как-то несправедливо. Хорошо. Значит, Дмитрий Анатольевич показывается теперь с 25 по 35 минуту. Но мы не знаем, что показывается. Мы не знаем, что показывается. Слушай, что рушат опять? Расскажи мне. Рушат ресторан у спутника. Рушат ресторан у гостиницы спутник. Так что правильно, на самом деле. Вы знаете, Настя, спутник это место, где я родился и вырос. Я все свое студенчество работал в спутнике переводчиком. Все свое. И в этом самом. ЦДТ тоже. Центральный дом туристов и в спутник. У меня там все время сидели профсоюзные делегации. Постоянно, Настен. У меня там конференция. Какая прелост. Какая прелост, да. Значит, там ВЦСПС рядом. ВЦСПС. И, соответственно, из ВЦСПС мы прямо ходили на переговоры спутник туда-сюда постоянно все время. Понятно? Да. Ходили. Ездили на машине. У меня была Волга. У меня у студента была Волга. А что? Черная, мать, черная. Вы ее лично водили? Вы доставали до педали? Можно сказать, у меня была подача автомобиля к общежитию. У меня была подача автомобиля к общежитию. Я работала, приводчица, за мной никто не посылал. Я работал с шефами дружественных нам профсоюзов. Мы с презрением говорили о профсоюзах, которые принадлежат правительству, как у нас сейчас в России. Все профсоюзы принадлежат правительству. Мы говорили с презрением, что это синдикатус бланкус. Не настоящий. Они не настоящие. А мы были синдикатур Рохос. Мы были против правительства везде. Их поддерживал Советский Союз. И у меня были специальные мои президенты профсоюзов, генеральные секретари профсоюзов, которые хотели работать только со мной. Умеете жить. Ты слышишь, я умел за ними ухаживать. Вы так умеете жить. Я умел за ними ухаживать. Умеете. Я умел за ними ухаживать. Мне было жалкие 17 лет, 17-18 лет. Но я умел за ними ухаживать, дорогая. А я ездила на метро с двумя пересадами. Я, например, одного из президентов профсоюзов, дружных нам, Советского Союза, за которым мы все время платили, давали ему денег, лечили и прочее. Одного из них надо было всегда, когда мы ездили с ним в поезде, в одном купе, причем я с ним, надо было его всегда перевернуть на бок, чтобы он не обливался, не задохнулся от блевоты. А вы им потом об этом рассказывали, чтобы его спасли? Ну, конечно, конечно, я говорил, что я звоню. Я абсолютно вас спал. Я абсолютно вас спал. Я говорю, послушайте, я сейчас тебе страшные вещи интимные расскажу. Я ослаблял им ремень на брюках, ослаблял, ну, если перетянута брюхо. Да. Чтобы что? Чтобы они не описывались. Чтобы не обливался, еще раз тебе говорю. Ну, тебе десятый раз объясняю. А он на ремень находился так высоко? Нет, ремень перетягивал пузо. У корейского дедушка. Я ему ослаблял, ослаблял, ремень, ремень просто сбрасывал, ну, как бы застежку. Дергал и отпускал ремень. Отпускал ремень. Второе. Потом переворачивал его. Нет, переворачивал из соображений эстетизма. Переворачивал его лицом к стенке, там же в поезде. Лицом к стенке. Нужно бы не смотреть на его лицо, пусть уже будет спина. Понимаешь? Значит, лицом к стенке на бак. Мне спрашивали сотрудники профсоюзов, значит, говорят, а зачем ты так делаешь? Я говорю, потому, я говорю, дело очень просто. Чтобы он не обблевался, не задохнулся блевутой. Ну, хоть раз при вас блевали в поезде. Ты знаешь? При мне, да. Ты знаешь, я его потом спросил об этом. Очень пахло потом. Я его спросил об этом. Я говорю, я каждый раз вас переворачиваю, чтобы вы не подохли от блевуты, не задохнулись. Я говорю, а вы ни разу этого не сделали. То есть он никогда не металл харч. А он мне говорит, Серхио, он называл меня Серхио, значит, он говорит, ты знаешь, я привык к алкоголю в тюрьмах Венесуэлы. В тюрьмах Венесуэлы. И мы, говорит, там пили все время спирт в тюрьмах. Мы там, говорит, с утра до вечера... Ой, ну ладно, понятно. Он говорит, с утра до вечера пили спирт в рамках классовой борьбы с правительством капиталистов. И поэтому, говорит, меня, говорит, вот это то, что вы мне наливаете, там, бутылку второй водки, пару-тройку бутылок водки, меня этим, говорит, абсолютно невозможно никак. Как еще надо за начальством ухаживать, чтобы вот за вами машину... Значит, во-первых, надо ему, чтобы не захотелось блевать и переворачивать на бок, а во-вторых, надо непрерывно подавать спиртное. Непрерывно. Откуда вы его брали? Как откуда? У меня была чековая книжка профсоюзов безлимитная. Безлимитная. То есть я подписывал любые суммы. Я мог, например... Ты знаешь, что в то время можно было хорошо посидеть в ресторане вдвоем на 10 рублей? Ну, я... Теперь внимание, теперь внимание, теперь внимание. Какие суммы подписывал Сережа в день? Какие же? Ну, 120 рублей. Ничего себе, и вас никто не заподозрил? А куда вы звали деньги? Нет, просто я бы заказывал самое все шикарное. А, умейте жить, Сергей. Заказывал самое все шикарное. Я один раз, потому что меня отчитал, я уже рассказывал тебе в этой гостинице «Спутник», на меня налетел господин, сейчас, мне кажется, Сорокинова фамилия была, на «С» точно, значит, который был вице-президент наших профсоюзов, вице-глава профсоюзов советских. И он мне подошел, значит, с криком «А как ты поешь нашего товарища, друга? Как ты поешь нашего друга?» Это было 1 мая, кстати. 1 мая. «Как ты поешь в день международной солидарности?» Я говорю, да никак, у него диабет. Это был другой генеральный секретарь. У меня были разные генеральные секретари, мои друзья. Ну вот. Я говорю, да никак, все, у него диабет, он не пьет. Он говорит, нет, ну 1 мая, при чем тут диабет, он говорит. Я не понял. И там метродотель, метр сюда! Метродотель подбегает. Я не понял, а что это я вижу перед собой? Ну-ка быстренько коньячку. Тот говорит, КВ? КВ? Да. А там был ОВ, СВ какой-то. Коньяки были армянские разные. КВ, коньяк выдержанный. СВ там какой-то старый выдержанный. ОВ какой-то. И тот на него как заорет. Лучшего коньяку, я сказал. Быстро! Потому что он не умел разбираться. Хэмми, ты не пьешь? Я перевожу. У ТНОВ, ВВ. Ты не пьешь? А тот, значит, Хэмми говорит, да, у меня диабет там все. Он говорит, ну со мной-то ты выпьешь. Диабет. Да, слушай, а со мной-то ты выпьешь? Хватит мне, переводчик, пей! Переводчик, пей! Понятно? Мне было 17 лет, я был несовершеннолетний. Я пью. Конечно. Разве можно отказаться в 18 лет? Конечно нет. И вот теперь сложившуюся атмосферу берут и рушат. При Собянине. Вот рушат сейчас этот ресторан, в котором вы пили. Я там работал. В этом самом деле не жалко. Мне не жалко. Кризис. Денег нет. Они будут строить новые здания. Мне не жалко. Они будут за частные инвестиции жрать. Пусть рушат. Как золотой зуб во рту прокаженного на этом ленинском будет этот небоскреб торчать. Вот куда ушли народные советские деньги, говорит Алексей, совершенно верно. Ну, совершенно же верно. Только что ВСУ нанесла удар по мирным людям на КПП Еленовка из запрещенных 120-мм минометов. Пять человек погибло. Рассказывает мне Денис. СМИ узнали о выговоре Рогозину от Путина. Выговор был? Занесение в грудную клетку? Надеюсь. Жалко, что без занесения. Мне жалко Рогозина. Жалко, что без занесения. Он совершенно ни за что не отвечает. Нафиг Рогозина и все. Он за лихватские посты пишет классные и все. Да, вот это он умеет. Больше ничего. Подождите, я тебе быстро что-то расскажу. Хочешь, я тебе расскажу про нравы наши? Если ты уже начала говорить все время об алкоголе, тебя переклинило, пожалуйста. Я начала, да. Ты говоришь все время об алкоголе и сексе. Боже мой. Да? Ты сегодня говоришь все время, ты про козла Тимура говорила о сексе, что ему будут водить козочек или нет. А что нет? А что нет, ты говорила? Ты говорила? Я, конечно. Я только об этом думаю все время. Хохлушечек. Да? Да, хорошо. На Сахалине мужчина выпил чистящее средство пушистик и зарезал трех собутыльников. Вот человек, вот человек, вот он человек, понимаешь? Человек гомо советикус, гомо нашинский. Нашинский человек. Следователи сахалинской образы раскрыли страшное преступление. Раскрывать его не надо было, там все было понятно. Значит, им хотелось купить... Они познакомились, товарищи, у Паранайска, город Паранайск. Понятно? Паранайск? Паранайск, да, от паранойи. Значит, Паранайск... Я знаю, куда я поеду этим летом. Паранайск. 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 Ему 38 лет. Он был судим за особо тяжкое преступление, направленное против жизни и здоровья человека. До этого. Поэтому поехал в Паранайск. Говорит, правильное место для нас, мы там исправляемся все. За лично одно. Да. Значит, в брюки. В Паранайске. Он пошел... Они все познакомились около магазина. Они все познакомились. Они до этого друг друга не знали. Вот способность русских людей, я тебе серьезно говорю, к сколачиванию хороших коллективов. Хороших коллективов. Мгновенно. Коллектив оказался недостаточно хорош. Пришлось всех поубивать. Коллектив оказался в этот раз противоречивым. Противоречивым. Оказался. Значит, он познакомился около магазина. Они толкались около магазина. Но дотолкались там в 23 часа уже было. 23 часа, внимание, кто виноват в смерти людей? Губернатор и закон. Потому что после 24 часов им пришлось купить пушистик. Спиртное отдел опечатали, закрыли веревками. Они говорят, но выпить-то все равно хочется. Они купили пушистик, чистящее средство. Люди сейчас сомневаются, то ли это чистящее средство, то ли шампунь для животных. Потому что есть пушистик в том же самом магазине. Есть пушистик, значит, шампунь для животных. И есть чистящее средство. Разными словами называть. Есть чистящее средство. Они пошли его употреблять домой к подозреваемому. Дом 86 по улице Победы, внимание, улица Победы, Великой Победы, в Паранайске. Значит, зайдя в квартиру... Там еще и квартира есть. А он огорчился, это 38-летний. Потому что он был гость в этой квартире. Почему он гость, если эта квартира подозреваемого? Мы не знаем. Ну, неважно. Значит, он пошел к себе домой. Быстренько сбегал в соседний подъезд. Взял кухонный нож, вернулся обратно. Зайдя в квартиру, он увидел в коридоре хозяина жилья, без слов, без всяких, нанес ему ножом не менее трех ударов в область грудной клетки. Кухонным. Кухонные ножи надо запретить. Нет? Потерпевший, находясь в шоке, выбежал из квартиры и стал пускаться вниз по лестнице. Подозреваемый вышел на кухню, где находился второй потерпевший, ударил его ножом в грудь. Потом нашел третьего потерпевшего, нанес ему не менее четырех ударов ножом в различные части тела. После чего покинул происшествие. Все трое умерли. Да. Эти. Да. Пушистик остался на столе недопитый. Да. Я спрашиваю, если бы продавали после 11 вино, пиво, водку... Разве это бы случилось? Разве это бы случилось? Люди с пушистика убивают друг друга. Вот же в чем проблема, понимаете? Надо нормальную водку всюду раздавать, ее надо бесплатно после 11. Человек вышел на улицу после 11, глаз шальной, дай ему бутылку. Курс заместительной терапии. Дай ему бутылку. Он недоперепил. Он недоперепил. Ему еще одну, и он ляжет. И все. Ну дайте ему бутылку. Ну что вы за люди? Себестоимость водки равна почти нулю. Ну почти нулю равна себестоимость, товарищи. Ведь при этой себестоимости надо раздавать бесплатно. Так обидно за людей. Ну я не знаю. Три трупа, понимаете? Три трупа. Для общества, для всех. Для общества, да. И этот четвертый тоже. Четвертый теперь пойдет в тюрьму опять. Но тоже потерян. А ведь мог бы созидательным трудом заниматься. Ну если он пойдет работать на большое предприятие. Мог бы строить ракеты, черт бы я задрал. Понимаешь в чем дело? Ну что ты приделал? Ой, у меня здесь сребролюбие. Ты сребролюбива? Да. Безусловно. Я сребролюбива. Скажите нам ее. Слушайте, а вот про пушистик. Меня звонит судебный медицинский эксперт звонил. Про пушистик рассказать. Но нет, пропал этот звонок. Прекрасный. Патриарх Московский, всея Руси Кирилл, высказался по поводу сребролюбия. Он сказал, можно я процитирую? Просто цитирую. С ровной интонацией, если позволите. Если стяжание материальных средств выбрасывает все остальное, затемняет, уводит на периферию, то что же происходит с человеком-сребролюбцем? Он впадает в безумие. Он теряет разум. Секундочку, я сейчас вернусь. Весь Божий мир, нет, секундочку, это неправильная цитата. Вот, за пределами денег весь Божий мир, любовь и радость, мир и покой, знания, творчество, достижения. В конце концов, жертвенность. Все те великие добродетели, которые и являются, это он так говорит, которые и есть подлинные ценности человеческой жизни. Дальше. Которые не сумели ничего сделать. Несчастные дети богатых родителей не сумели ничего сделать в жизни, а просто спустили все это состояние с рук. История знает подобные примеры. И оно как бы исчезло, растворилось. А вместе с ним исчезла и растворилась жизнь их родителей. То есть для детей не надо тоже копить. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Если в центре... А? Но не все, кстати, спускают с рук. Некоторые становятся успешными. Если в центре человека материальные средства... Я продолжаю цитировать патриарха Кирилла. Если в центре человека материальные средства, то все остальное на периферии. И родство забывается. И дружба. И всякие человеческие отношения отравляются этим ядом сребролюбие. Сребролюбие. Настя говорит, что она... Ну нет, в целом-то он прав, конечно. Ты сребролюбочка. Но я не в этом смысле. Настя, ты сказала, что ты сребролюбочка. Сребролюбочка. Я согласна с патриархом. Сребролюбочка. Он правильно говорит. Ну, квартиры у тебя по-прежнему нет. Вот была бы у тебя квартира. У патриарха, кстати, тоже нет. Он живет в монастыре. Он же монах. Ну да. Он монах. Он живет в монастыре. Да, кстати, ты в этом смысле вы с патриархом равны. Да, я тоже практически в монастыре. Да. Ты в съемной квартире. Вот так. Хорошо. Скажите, вы сребролюбец или сребролюбочка? 134, 27, 35, да. 134, 27, 36, нет. Вот в этом смысле. Понимаете? Если мы выясним, сколько людей нуждается в духовном очищении. Покайтесь! Покайтесь! Прошу вас. Вы сребролюбец? Да, 134, 27, 35. Нет, 134, 27, нет. А все, кто написал нет, все, кто позвонил нет, это значит, вас ломает гордыня. Как вам не стыдно? Возгордились? Признайте свой грех. Позор вам, а? Нет. Они не сребролюбцы. Они плюют укором, своему укором, они плюют в лицо нации. Вот они горделивые, бесстыжие даже, я бы сказал, бесстыжие. А надо покаяться в этот день. В этот день, когда Иуда за 30 серебряников, товарищи, продал Иисуса Христа по запланированному Богом сценарию. По Евангелию. Что? Господь создал этот сценарий. По Евангелию. И сценарий пишет Бог. Я правильно понимаю? И Иуда на Иисус сам попросил его. Может быть. Да, не знаю. Значит, ну за 30 серебряников мог быть за 60 или за 90. Понимаешь? Вы сребролюбец или сребролюбочка? 134, 21, 35. Вы не сребролюбец? Нет. И не сребролюбка. 134, 21, 36. Позвоните, пожалуйста. У меня продолжается голосование. 72 на 28. 72 на 28. Сребролюбцев больше. Сребролюбцев больше. 72 на 28. Я останавливаю это голосование. Все. 72. Нет, 73. 73. Настя. Ну я уже отправила. Настя. Ну что теперь делать? 72 на 28 складывается в 100. Не надо меня увлекать. А 73 на 27 тоже складывается? Складывается. Ну хорошо. Не так красиво. Я напечатаю данные Насти, которые были за секунду до окончания голосования. До секунды до окончания голосования так и было. Все-таки было 72 на 28. Здравствуйте. Я слушаю вас. Доброе утро, Сергей. Да. Абдул. Абдул, прошу вас. Восточный такой, ну даю ответ. Мудрость, скажите нам мудрость. Да, да, да. И все. Мула в медресе мечети собирает своих учеников. Все равно читает им Коран и все равно твердит. Так, эти мои вы должны быть всегда чистыми, благодородными. Не должны воровать, не должны вкусать материальные ценности. Вы должны быть так, мы должны не пить. Да. Все. И дети все равно слушают, слушают. Они прекрасные дети собираются в медресе и что-то мулы нету. Да. И вдруг замечают, ну, по исламским законам собакам, ищакам, вход в медресе запрещен. Это считается грязное животное. Да. Мол, пьяный в дупилку на ищаке с собакой в ладнице в медресе. Так. Они все говорят, уважаемые эфенды, вы всю жизнь бески научитесь, чтобы не пейте, очищайтесь. А что вы пьяный на ищаке в лезвие, дети мои? Вы должны поступить и жить моими словами, а не моими поступками, как я живу. Вот. Это, кстати, я такое услышал в словах уважаемого Гундяева, в его словах, что мы дождем самочистое. Мне кажется, что это очень правильно, потому что ведь человек, он всегда, будучи человеком, не безгрешен. А вот само учение... Ну, между строк надо читать, что там говорится. Между строк читай, между строк. Нам не хватает аскетов во власти. Это песня Кувырок, вы помните, да? Во власти. Кувырок, песня Земфира. Между строк читай, между строк. Нам не хватает аскетизма во власти, согласитесь. Почему вы кидаете на власть, потому что вы абсолютно несамодеятельные, несамостоятельные. Мы и так аскеты, у нас нет ничего. Мы сами внизу аскеты. Когда вы при малейшей возможности, получив первые жалкие 10 миллионов долларов, получив первые жалкие 10 миллионов долларов, вы мгновенно начинаете их тратить, распуфыривая, для того, чтобы именно кичиться деньгами. Понимаешь? Ну как нет, когда да? Ну как нет? Мы аскеты, а верхи... Нет, вот это неправильный подход. Значит, Настя сейчас стала глашатой, в сущности, неправильный подход. Она говорит, верхи слишком кичливые, кичливые, верхи кичливые. А мы аскеты здесь внизу. Аскетизм — это сознательный выбор. Это недостаток средств. Аскетизм — сознательный выбор. Да, абсолютно. Да, конечно, конечно. Вот это нам не хватает. В какие-нибудь жалкие 10 миллионов. Какие 10? Мархатма Ганди, который... Жалкие 100 миллионов долларов, 100 миллионов долларов получив, ты немедленно начнешь кичиться. Ты немедленно купишь квартиру в Париже. Спорим, нет. Да. Ты немедленно купишь квартиру в Лондоне. Ты тратишь первые 10 миллионов, ты тратишь на 2 квартиры по 5 миллионов. Потом ты покупаешь здесь все квартиры. Сейчас ты купишь в Майбах, кучу лакеев купишь, купишь кучу лакеев холеных, в пиджаках и так далее. правильно и так далее до анаграммами с анаграммами в темных очках подтянутые мулаты вот кого ты купишь я знаю я тебя знаю это будут итальянцы такие чуточка негритые да да с рекламы armani значит и вот чем ты за нася как только у тебя появятся деньги ты без стыжа задрав юбки понесешь себя в кичливость в поплом все борец в гедонизм грязная за фарисей спать до 11 ты не берешь вот юрий николаевич например выбрала скетизм сам один никто его не подталкивал к этому или кач как настоящий аскет скажите мне пожалуйста ваше суждение о настя все-таки нет я хотела кирилле сказать мы не можем дрогать священство пресвященство зачем же у него крест из серебра а кровля на здании где он работает они упорно кроют золотом золотом чтобы чаще господь замечал вы помните высота высотского есть на эту тему а вот это все двойные стандарты главное зло нашей страны купола в россии кроют чистым золотом чтобы чаще господь замечал это высотский а не невысокий считает что если к золотом то господь чаще подметит а если дали они низу без золота господь просто забудет про нас надо побольше золота чтобы господь правильно что нет это неправильно нечего нас изучать на нас никто не выживет кроме малярии. Чего? Это Бушнегрос пишет. Я сказала, что я найму Бушнегрос и буду их изучать. А, Бушнегрос, она будет изучать. Боже, милости. Хорошо, ребят, еще пару звонков. Про сребролюбие. У нас сребролюбцев и сребролюбочек 73%. 73% на 27, которые не сребролюбивы уже. Но те, кто не сребролюбивы, больны гордыней. Потому что само объявление, что вы лишены этого греха, есть гордыня. Абсолютно постыдная гордыня. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро, Сергей Людмила. Вы приезжайте к нам в Марфина, в деревне Марфина, знаете, в аэропор Шремик. И наши бабки есть, по 90 лет живут. Вот им деньги совсем не нужны. А то, что вы говорите, кто это любит, вы же этот список знаете. А как же они за электричество? Убивительно, они все в Лондоне. А за электричество-то как? Бабки по 90 лет живут. А за электричество как они платят? Или у них велосипедный привод? Алло, здравствуйте, да, слушаю. Алло, доброе утро, Сергей. Вы сребролюбивы? У меня несколько строчек есть по сребролюбию. Давайте сребролюбию исполните, пожалуйста. А попы, забыв про сам, пьяну давят гаражам, покутуйтесь за сто миль, люди в кегле, тачка в дым. А везде в родной приход сами едут на обед. Слушайте, подождите, ну это же было... Ну все, ну я не могу, слушай, у меня душа разорвется от этого. Да нет, ну еще как-то нас Пушкин на Пушкине. Да, слушайте, подождите, ну хорошо, но это было уже несколько месяцев, год, даже лет назад, они уже довольно долго... Ну это же было, Сергей. Ну никого не давят уже довольно давно, исправились, ну что? Ну еще не вечер. Ну нет, 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 все, 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 этому положено решительный конец. Так, по кого угодно можно напишите? Все, все, новости. В Москве половина одиннадцатого в студии Ольга Данилевич. Здравствуйте. СМИ сообщили о выговорах Дмитрию Рогозину и Игорю Кумарову из-за отмены пуска с Восточного. Речь идет о вчерашнем решении перенести старт на сегодняшнее утро. Как сообщает сайт Коммерсанта, кроме вице-премьера и главы Роскосмоса, был наказан гендиректор НПО автоматики Леонид Шалимов. Именно это предприятие поставило кабель, сигнал с которого о неисправности получила автоматика. Шалимову вынесено постановление о неполном служебном соответствии, отмечает издание. Напомню, первый старт с Восточного был запланирован на 5.01 по Москве 27 апреля, но его решили перенести на сутки из-за сбоя автоматической системы. Сегодня утром ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту три спутника, связь с которыми уже установлена. Глава Роскосмоса Игорь Комаров отметил, что всего по результатам несостоявшегося накануне пуска было выявлено более 20 замечаний. Глава Роскосмоса пообещал, что они будут устранены. По его словам, для сегодняшнего старта кабели и блок коммутации были заменены. Адвокаты рассчитывают на отправку Веры Савченко на Украину в ближайшее время. Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» юрист Илья Новиков, сестра, осужденной в России военнослужащей Надежды, Савченко сейчас находится в генконсульстве Украины в Ростове-на-Дону. Сейчас Вера Савченко находится под охраной дипломатического иммунитета. Ее не задержали. Те сообщения, которые вступали ночью, они, скажем так, предохищали события, ее хотели задержать, потому что она находится в розыске. Тем не менее, она не задержана. Она сейчас недоступна для российских властей. Решается вопрос о том, чтобы этот странный казус просто пресечь и оформить документы, тем, чтобы она могла свободно выехать в Украину. Накануне вечером пресс-служба МИДа Украины сообщила, что Вера Савченко задержана в России и находится в полицейском участке. Позднее в ведомстве уточнили, что сестра украинской военнослужащей находится в дипломатическом автомобиле вместе с консулом, но машина заблокирована. Отмечалось также, что Вера Савченко разыскивается в России по подозрению в оскорблении судьи в Чечне. С убитым под Сызрани полицейским и его супругой простились более тысячи человек. Траурная церемония проходила в Центре управления МВД по Омской области Андрей Гошт и его жену похоронят на Черлакском кладбище. Ранее сообщалось, что остальные члены семьи правоохранителя будут похоронены завтра в селе Помнова Алтайского края. Тела шести человек, трех мужчин и трех женщин были обнаружены в воскресенье утром в жилом доме в поселке в Сызранском районе. Один из убитых – бывший начальник полиции Сызрани Андрей Гошт, остальные члены его семьи. Кроме того, в больницу в тяжелом состоянии доставлена семилетняя девочка. Газета в Калининграде написала о преступлениях советских солдат в 1945 году. Издание «Новые колеса» публикуется депутатом регионального парламента. В статье «Граф-хирург» из Кёнинсберга идет речь о событиях в период с 7 по 9 апреля 1945 года. Материал основан на воспоминаниях врача Ганса фон Лендерфа. В частности, там присутствует описание грабежей, изнасилований и убийств, совершенных советскими солдатами по отношению к пациентам, санитаркам и медсестрам местного госпиталя. Также отмечается жестокое обращение военнослужащих с немцами, взятыми в плен. В областном совете ветеранов уже заявили, что статья подготовлена «в ярко выраженном профашистском стиле» и несет клеветнический характер. Совет направил губернатору региона обращение с просьбой провести проверку. Аналогичные послания отправили мэру Калининграда, спикеру облдумы, прокурору региона, а также главам управления ФСБ, МВД, СКР и Роскомнадзора. Во завершении выпуска о валюте официальный курс доллара 65,16 руб. Евро 73,80 руб. О погоде в Москве сейчас, по данным Гесметио, плюс 14. В течение дня будет ясно, воздух прогреется до 17 градусов. Ольга Данилевич, Говорит Москва. Телеканал 360 ищет репортеров среди зрителей. Установите на смартфон специальное приложение и ждите заданий. Если снятые вами кадры попадут в эфир, получите гонорар. Репортер 360. 17+. Телефон рекламной службы 737-8747, код 495. Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. В этот четверг с Михаилом Делягиным. Право знать, Говорит Москва. Космодром Восточный успешно отработал, осуществлен первый в истории запуск ракеты. Более подробно смотрите на сайте аргументов и фактов. Там же глава Минтруда Топилин заявил об отсутствии в России бедных пенсионеров. Ну, в общем, к базовой пенсии еще всякие доплаты федеральные, муниципальные, региональные, местные делаются. Поэтому формально, подчеркнул он, никаких таких бедных людей, которые получают меньшим рот, у нас нет. Джунгли региональной экономики порождают новые кущевки. Местные предприниматели платят сегодня чиновникам больше, чем бандитам в 90-е. Михаил Сергеев об этом пишет сегодня в «Независимой газете». Девочку, которая стала звездой Ютьюба русскоязычного, которая собиралась уехать от родителей в Африку, голодающим детям, умереть от голода. Ее на самом деле пригласили, посольство Сьерра-Леона в Москве неофициально пригласили посетить страну. И отец теперь дает комментарии, завел специальный канал для своей дочки Даниэлы. И, возможно, действительно, они туда поедут. Хотя Даниэла очень часто меняет направление. Она и в Индию хочет поехать, и в Австралию. Ну, вот такая вот слава. Значит, у нас еще новости по Павленскому. Есть некоторые. Рассказывает сейчас уже и Медуза перепечатывает. Но я вот на сайте телеканала «Дождь» нашла. Павленский вызвал в суд в качестве свидетелей к себе трех проституток, которые комментируют его акцию «Свобода» с манифестом. Горящие покрышки, флаги Украины, черные флаги, грохот ударов по жирею. Так он сам вызвал трех проституток. Ну, он пригласил, да, их в качестве свидетелей. Обвинения, внимание. Обвинения. Нет, он их пригласил в качестве свидетелей обвинения. Павленский продолжает акционизм в суде. Да, причем ему предлагали уже дело закрыть, потому что там давности, все такое, уже никому не интересно. А он говорит, нет-нет-нет, постойте. Он требует, чтобы его судили. Причем он требует, вы знаете, чтобы его судили за терроризм. Да. Он считает, что в этом акционизм в том, чтобы его судили за терроризм. Но мы за пределами обзора прессы дальше обсудим это. А, да-да-да, мы за обзорку сделаем. Забивочку какую-то дадим и пойдем. Говорит Москва. 94,8. Полагаю, все заметили, как Настя защищает от меня суверенную территорию обзора прессы. То есть она, когда я своими грязными руками, когда я своими грязными руками, касаясь ее, ее обзора прессы, она говорит, ну мы за пределами обзора. Ты как бы выталкивая меня куда-то на лестничную площадку. На лестничную площадку. Наоборот, я нахожусь на лестничной площадке во время обзора прессы. Ну расскажи. Значит, Павленский прекрасен в том смысле, что он акционист. Его судят за вандализм. Его судят за вандализм. А он дополняет обвинение, он чувствует, что обвинение хромает. Да. И он вызывает... И достаточно емко формулирует. Он вызвал трех девушек. Он вызвал трех девушек. Надо сказать, что они, нельзя сказать, что очень такие... Ну они такие бойкие, но, видимо, уже опытные в профессии. Они очень красочные. Во-первых, они выглядят как из советских фильмов. Елена и Дана. В кафе некий мужчина Иван показал им акцию «Свобода». Вы пишите, там пенис нарисован на мосту. Значит, он предложил девушкам высказать свое мнение об увиденном в суде. Денег им не давали, но оплатили такси. Как они говорят. На оплатили только такси. Павленского лично не знают. Это сегодня публикация где? Это прекрасная публикация. Ну началось... Я на телеканале «Дождь», но сейчас уже и «Медуза», и прочее. Прекрасная публикация. Прекрасная публикация. Посмотрите. Их спрашивает судья. Скажите, пожалуйста, Павленский, вы лично знаете? Нет. Он вызывает у вас чувство неприязни? Просто к его искусству. То есть они неприязнь испытывают к его искусству. Павленский вызвал свидетелей против себя. Вот на «Дёрте» очень хорошо выжимка. Первый свидетель защиты. Давай. Вандализма не было, но Павленский осквернил мост и осквернил мораль и культуру. Вот. Квинтэссенция. Второй свидетель защиты. Акции неприемлемо. Павленский ненормальный. Осквернил, опоганил облик города. А это же самый центр. Опоганил облик города. Это говорят свидетели от Павленского, которые требуют, чтобы его считали террористом. А это же самый центр. Да. И третий свидетель защиты. Вандализма не было, но акция сумасшествия и бред. Павленский не художник, он не пишет картины всякие, не рисует ромашки на стенах. Художник несет добро, а он не несет ничего доброго. Он не несет ничего доброго. Я думаю, что они очень емко сформулировали претензии к Павленскому. Мне кажется, что Павленский, естественно, живет совершенно в другой вселенной, чем суд. Да. И поэтому попытка его судить, конечно, выглядит, ну, как-то сказать, ну, как бы тупо, ну, как-то странно. Павленский-Павленский живет настолько в другой вселенной, что попытка его судить выглядит странно. Вот в чем дело, понимаете? Вот. Неуважение, он не уважает. Он, как можно, пусть едет на Украину, пожалуйста, вот говорит один из свидетелей. Ты понимаешь, ты не читал все, ты взял только на дёрте. А я вот читаю. Значит, он... Алло, здравствуйте, я слушаю вас. Здрасте. Сергей, добрый день, Кирилл Москва. Странный суд, потому что странный суд, когда он вызывает свидетелей для обвинения, чтобы его посильнее обвинили. Вы не поняли, это же ход акции. То есть он ставит в ряд с обвинением, еще дополняет обвинение. Он говорит, все обвинение, вот так сказать, вы не поняли его посыл. Да, прошу вас. Вот. Он хочет сказать, что все обвинение соответствует вот этим трем женщинам, которых он пригласил. Ну, так и есть. Ну, да, ну да, ну да. Он уравнивает... То есть обвинение, обвинение, это оценочные оценки, в сущности, его оценочные осуждения об его акциях. Ну нет, он говорит, все, кто меня судят, простите. Три проститутки. Вот эти вот женщины, вот они в этой профессии. Да, да, да. Вот, пожалуйста, прокурор спрашивает. Скажите, пожалуйста, прокурор допрашивает. Ваше мнение, акции Павленского осквернили такое сооружение, как мост? Одна из проституток. Я считаю, что да. Осквернили, да. Мост осквернен. Это же самый центр. Окропить, окропить, может быть, как-то, нет? Мост окропить. Можно теперь осветить, да? Нет? Ну, по-всякому можно. Опоганивание. Нет, есть там слово опоганивание. Опоганивание, опоганивание. Опоганивание, он точно сделал язычником. Опоганить, значит, сделать язычником. То есть, мост был не язычником, а Павленский сделал его язычником. И теперь, мне кажется, его можно крестить, и все, и все, опять. Нет? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, это Ерский Ерес. Ну, мне кажется, здесь попахивает плагиатом. А если вы смотрели фильм «The Wall», там есть в конце момент trial, ну, то есть суд. То есть, он тоже был, он вызывал первого учитель, ну, точнее, там была первая девушка, его мама. И общая линия защиты была, ну, как защиты, то есть, они все говорили, вот он дурак, вот он плохой. То есть, наоборот, накаливалось и накаливалось. Да. Мне кажется, здесь, ну, это либо отсылка, но либо он очень тонко намекает, что он смотрел этот фильм. Я думаю, что он его смотрел, я думаю, что он его цитирует в сущности. Ну, да, по большому счету. Да, он цитирует фильм «The Wall». Вот, теперь мы разобрались. Ну, и прекрасно, поехали дальше. Да ладно, Настя, ну и что хорошего? Ну, прочитай, прочитай. Настя увлеклась новостью, прошу вас. Да. Спасибо. Китайский фермер построил подводную лодку собственной конструкции. Ну, что значит, собственная конструкция? Ну, построил лодку сам. Подводную. Ну, конструкцию, он ее не срисовал там с интернета где-то. Подводную. Подводную. Да, смысл. Он закрывается и погружается на дно в ней и смотрит в окошечки. Ну, набирает сначала, то есть, он отрицательную плавучесть делает, положительную плавучесть, правильно? В чем подводная лодка? Шесть метров. Герметичное сооружение. Черна 60 сантиметров. Герметичное сооружение с произвольно изменяющейся плавучестью. Все понятно, да? На метровую глубину может погружаться. На метровую глубину, пожалуйста, но это как у нас амфоры, где лежали на метровой глубине. На шестиметровой. Все-таки шесть метров. До шести метров. Нет. На шесть метров это безопасная глубина для погружения до шести метров с полным... А вы же такое не хотели по Москве реке проплыть? С стопроцентным кислородом. В метре от поверхности. Вон, ему дали патентное запретение. Парциальное давление при шести метрах кислорода, если там у тебя сто процентов, как раз достигает 1,6 опасной величины. Поэтому я знаю, почему Путин опустили на шесть метров. Ты поняла или нет? Нет. Смотри, ФСО не знало, как мерить парциалку. У ФСО нет, собственно... Ни одного дайвера, что ли, нет? Нет ни одного дайвера. И нет сертифицированных газоизмерителей, измерителей газа процентного соотношения у ФСО. Значит, они сказали себе следующую вещь. Мы Путина запустим под воду. Если кто-то вредитель, кто-то плохой человек, мгновенно подменит баллон или что-то... У меня сейчас сердце... Подменит баллон и даст ему чистый кислород, чистый кислород. На какой глубине у пловца начнутся судороги и смерть? При чистом кислороде, знаешь или нет? Нет. Шесть метров. Понятно. Шесть метров. Поэтому его пустили до шести метров, чтобы если даже бы кто-то бы заполнил баллон, забил чистым кислородом из вредительских побуждений, Путин бы вышел, сказал, неплохо я провентилировался, очень хорошо. Дальше. Стоп-лосс не надо... Не надо делать стопы, не надо ничего делать. А бы ты скажешь? Десатурэйшн не надо проводить. Там глубже. Стоп-лосс это про деньги. Простите, я путаю деньги с погружением. Но мне кажется, деньги столь же увлекательны, как и погружение. Позволь мне посмотреть, пожалуйста, деньги. Кстати говоря, вспомнив про деньги, я... Рубль. Судя я взял статью, почему рубль будет дальше укрепляться. Я устыдился. 65,18. У меня сейчас... Я сейчас перезагружу, если позволите, быстренько, может быть. Да, нет, 65,18. По-прежнему 74,03 к евро. 65,18 доллар. Рубль будет укрепляться. Почему? Это был заговор. Нефть 47. Но нефть 47. 47. Я теперь начинаю бояться повышения цены на нефть, так же, как когда-то я боялась ее снижения. А почему? Доктор. А почему, доктор? Я не знаю. Мне тревожно становится. Я не хочу так. Я знаю, почему. Потому что ты женщина. Одинаково. То есть это будет солнце. Да, вот именно. А женщины борются с изменениями. Они борются со стабильностью. Они борются с изменениями собственной кожи. Да, но это смешной бой, конечно. Легче принять себя таким, какой ты и есть. Нет, дорогая. Женщины борются с изменениями. Ни одной молодой старой. Женщина вообще борется с изменениями. Ну да. И, соответственно, ты... Вот меня как вот этот курс, он очень беспокоит. Нет, мне волнительно. Нет, пусть было бы 43, как позавчера. Я начинаю нервничать. Я не понимаю, что будет. 65-80. Дальше. 1,1358. Главная пара. 1,1358. Вот она уже устоялась здесь. Вчера тоже так было в этом коридоре. Хорошо. Значит, рубль крепчает, крепчает, крепчает. Как вы понимаете. Ну все. Прекрасно. Но куда нам надо, он не уйдет спокойно. А нам надо куда? Ну мы хотим уже. 36 хочу. 35-36. Что? Не будет. А вдруг будет? А не будет. И что тогда? Не будет. Почему не будет? Вы говорили, вы объясняли. А вдруг будет? Ведь наши же ничто не делают. Вы же говорите, никто не влияет на что. Потому что тогда бюджета не хватит, дорогуша. Тогда не хватит. Понятно? Непонятно. Ведь нефть будет стоить дороже, мы будем получать больше долларов. Скажу бытовуху какую-то. Очень смешную. Значит, работа в ночную смену. Ребят, кому интересно, кто работает в ночную смену. Работа в скользящих сменах, дневных, чередующихся и так далее, утренних, вечерних, скользящие смены. Имеет больше шансов убить человека, большие шансы, прости, убить человека. Это Journal of American Medical Association. Медики взяли анализы, смотрите, в этот раз не 30 человек, а 189 тысяч. 189 тысяч женщин исследовали историю болезни, именно женщин. Да. А за 24-летний период исследована история болезни. Значит, связь между работой в скользящих сменах и коронарной недостаточностью выявлена. Оказалось, что у женщин, которые работают 3 больше ночных смен в течение, в месяц, в течение 10 лет, ну, не, в месяц, в месяц, в течение 10 лет, на 20% почти выше, значит, вероятность получить коронарную недостаточность. Как полагают медики, на мужчин этот эффект не распространяется. Мужчины воины, им пофиг. Понятно? Да. Скользящий график с дневными и ночными сменами меняет работу суточных часов человека, тратата, хронические заболевания, лишний вес и так далее, и так далее, и так далее. Вот, вот, вот примерно вот так. Так что теткам надо все время работать. Вот ты, вот ты должна вставать все время в 5 утра. Даже когда выходные у тебя... Не сутка в 5, еще и в 3, в 2 иногда приходится. Да? Ну, кого-нибудь там успокоить что-нибудь там. Да? Ну, это вот должно быть постоянно. Подать водички. Настя, это должно быть постоянно. Как только ты сменишь... Ну, постоянно я поэтому, да, придерживаюсь одного и того же графика. Раз в три года. Слушай, расскажи мне, пожалуйста, про Демкоалицию. Ты хочешь рассказать мне про Демкоалицию? Вы знаете, вы будете, наверное, удивлены. Да, ты не интересуешься. Но я практически потеряла интерес довольно давно. А что я хотел? Я хотел на самом деле, поскольку главный враг режима, главный враг режима сегодня, с точки зрения очень многих обозревателей, это либералы, западники... Я бы следила за одним Навальным. Поскольку главный враг режима, согласно многим обозревателям политической жизни России, это либералы, западники, я хочу провести опрос. Да. Насколько жизнь либералов, западников вас вообще интересует? Ну, просто... Опрос. Тут надо разделить. Это вопрос, 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 вопрос. Жизнь либералов, западников. Я перечислю. Я перечислю. Демкоалиция, сейчас секундочку. Вообще вас интересует. В принципе, интересует. И кажется существенной. Кажется интересной и существенной. Значит, да, 134, 27, 35 интересует, да. Вот что у них происходит. Демкоалиция рассыпалась. И вам это, безусловно, остро интересно. Да, 134, 27, 35... Без улыбки от невозможно даже. Нет, 134, 27, 36. Потому что сегодня мы нашли заголовки эти. И я лениво даже не хотел открывать. Ну, это же не имеет никакого отношения к действительности. Понимаешь? Ну, как бы не имеет отношения к действительности. Да. Партия прогресса Алексея Навального. Партия Владимира Милова. Которая, кстати, очень неглупые экономические статьи пишет. Вышли из Демкоалиции. Значит, оттуда же ушел Яшин. Оттуда же ушел еще кто-то, сейчас не помню. Михаил Касьянов с ними ссорится и не дает им теперь денег. Вот в этом суть. Суть в чем? Смотрите. Касьянов, бывший премьер-министр. Да. Он кормит всю эту шантию-братью. Ах, вот что? Ну, конечно. А я никогда это не воспринимала. Твой напарник и твой собеседник Сергей Доренко говорил многократно, что любой бывший премьер, любой бывший премьер имеет 100 миллионов долларов. Любой бывший премьер, внимание, имеет 100 миллионов долларов. Ну, как? Ну, как не иметь? Ну, почему? Ну, дурак, что ли? Ну, не важно. Это моя оценка. Это моя оценка. Оценочное суждение. Значит, Касьянов кормит всю эту шантию-братью. И на этом основании он требует себе первое место в списке. Он говорит, ребят, вы все идите с моей руки. Ну, идите, идите. Ну, молодцы, ну, что сказать. Мне не жалко. Мне не жалко. Но первое место мое. Они ему говорят, Нед, ты должен пройти через праймерис. Он говорит, а-а. Тогда денег не будет. Ну, какие праймерис? Ну, послушай меня. Ну, послушай меня. Ты приходишь ко мне в гости, в дом. Да. Я тебе говорю, вот здесь за столом сижу я, Сережа. Вот здесь. Я говорю, нет, нет. Подождите, давайте разыграем. Ты говоришь, нет, давайте разыграем. Давайте разыграем. Я тебе говорю, послушай, послушай, послушай. Ты пришла ко мне в гости. Я за отличную считалочку. Ты пришла ко мне в гости. Ты будешь есть мое, со своего стола, значит, пить мое. Я рад, я счастлив тебя угощать. Я тебе просто извещаю, скромно извещаю, что на этом месте привык сидеть я. Ну, я просто, я здесь сижу. Вот и все. Ну, рассадка моя. Ну, это же мой дом, правильно? Все. Значит, Касьянов точно так же. Он говорит простую вещь. Мне его даже теперь жалко. Он говорит демократам простую вещь. Он говорит, слушайте, вы едите с моей руки, но я занимаю первое место в Казахстане. Ну, как же теперь? А как же теперь они рассорились? Нет, ты должен пройти праймерис. Ну, здрасте. Да не ешьте с моей руки. Ну, как? Ну, что это такое? И как же теперь? Пусть он дает деньги и идет к черту. Вот так. А он не будет большим давать денег? Он говорит, нет, давайте так, нет, давайте так, они говорят. Касьянов, ты будешь нам платить, а мы тебя будем презирать. Как это было с Березовским, пожалуйста. Ты будешь нам платить все время, а мы тебя будем презирать. Все-таки, нечестно нажитое средство. Понятно? Да. Ну, это ужасно. Не знаю. Вас интересует, вы бы открыли статью, если заголовок ее развал земкоалиции. Интересует 30%. Спасибо, это много. Спасибо, это много. Действительно много. 70% нет, не интересует. Вы так интересно сказали, на самом деле, если бы вы сейчас не прокомментировали, может быть. Они говорят, он себя дискредитировал. Чем? Кунилингусом он себя дискредитировал. Ну, что ты будешь делать? А? За черта берете деньги? Господи, что это вы такой человек? Почему? Они говорят, что вот эта сцена, которая была показана... Они ее смотрели? Они ее смотрели. Как им не стыдно. Как им не стыдно. Да, здравствуйте. Прошу вас. Алло. Да, прошу вас. Здравствуйте, Сергей. Да. Я хочу сказать свое отношение ко всем этим уважаемым людям. Да. Может быть, оно и, мне кажется, очень созвучно остальным людям. Да. Ну, дело в том, что когда-то мы всех очень любили, а сейчас, видимо, они просто немножко поднадоели, потому что есть ощущение, что они не любят страну. И хотят ей... Слышите, а вот мне пишет человек, что 70%, которые не интересуются демкоалицией, они бы не открыли новость и не интересовались бы, даже если бы единая Россия развалилась. Ну, не в этом дело. Мне кажется, что просто демкоалиция не очень хорошо. Да, 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 понятно, ну, все. Это банально. В смысле, ну, что нам ругать демкоалицию, мы все про них знаем. Слушайте, а если бы единая Россия развалилась, тоже 70% не заинтересовались бы? Заинтересовались, конечно. Заинтересовались. Заинтересовались. Меня спрашивают, какой источник об этом пишет Конопель. РБК передает, а я читаю их сейчас в данную секунду по Ньюзру.ком. Но они ссылаются на РБК. Почитайте, пожалуйста. Партия прогресса оппозиционера главы ФБК Алексея Навального и демократический выбор Владимира Милова приняли решение о выходе из Демкоалиции. Все. До свидания. А раньше вышел Илья Яшин и какой-то господин Иван Жданов, мы не знаем кто это, но не имеет значения. Значит, они выходят и выходят. И почему? Потому что были интимные сцены. И они считают, что Касьянов... Не должен был сниматься. Да, да, да. Сделавшись куни-лингвистом, он должен... Не должен был сниматься. Почему ты рабеешь при этом слове? Я специально его повторяю, потому что ты рабеешь. Сейчас от вас тоже отрекутся Жданов и кто там. Касьянов оказался лингвистом. Лингвистом. Каким? Потому что, когда лингвист, спрашиваешь, компартивист, какой ты лингвист? Какой ты лингвист? Ответ, куни-лингвист. Понятно? Касьянов. Но это и смутило коалицию. Я тебе серьезно говорю, больше ничего. Мы же читаем их форумы. А деньги-то они откуда будут брать? Я не допоняла. Нет, потому что они его хотят презировать. А деньги? Да в том-то и дело. Чтобы он платил и его презировать за это. Ты помнишь, как... Так они же вышли. Ты помнишь, как госпожа Боннер взяла на музей Сахарова 3 миллиона долларов у Березовского? Ну, я не помню. А я очень хорошо помню. Елена Боннер взяла 3 миллиона долларов у Березовского. Березовского, сказав, что она презирает Березовского, эти деньги презренны, значит, это паскудные деньги, грязные, которые она с удовольствием возьмет. Но спасибо ему, не скажу. 3 миллиона беру, презираю и продолжаю презирать. И счастливо презирать эти деньги и этого человека. Очень хорошо. Так же точно будет Демкоалиция брать у Касьянова. Да. Он говорит, мы счастливы вас презирать, презренный, вонючий... А он им будет давать? Да, ну, конечно, должен. Дается для демократии, это святое дело. Это святое дело, на святое дело надо давать. Вот так вот долгое чувство сталкивается. Ты понимаешь? На святое дело как можно не давать? Они же борются с кровавой гибнёй. Это же серьезные люди. Ты прикинь, что? Кровавая гибня. Они просто не жалеют живота своего, рискуя во всем и прочее. Понимаешь? Да. Ну, как так может быть? Хорошо, мне демократ какой-то звонит. 7373948, вы демократ, здравствуйте. Да. Ну? Почему вы говорите, как бы, сдерживая колокочущее в вас чувство? Какой прекрасный день. Дайте волю чувствам. Зачем вы даже время обижаете? Кого обижаю я? Да. Что он сказал? Он мне сказал, да, я больше ничего не поняла. Он сказал, да. Мне кажется, что это человек какой-то сосредоточенный в внутренней жизни. Может быть, он поэт, он пытается слагать сразу стихи. Что? Настя, Настя человек. Вот смотрите, за Настей наблюдать, товарищи, за Настей наблюдать. Одно удовольствие. Это отдельно надо продавать билеты. Я думаю, Настя, нам надо продавать билеты здесь в передачу. Я вам давно уже советую организовать. Загончик тут такой, так главное, чтобы не слышно, не видно было. За билет? Тысяч по пять. Есть бумажечка пять тысяч, такая бумажечка. Подавали одну бумажечку. За одну бумажечку. За одну бумажечку. Значит, Настя вытворяет здесь самые странные вещи. Сейчас она читает в момент передачи, я расскажу. Она читает. Пока в обезьянке. Нет, злоупотребление красным мясом связали с ускоренным старением. Настенька. Ну, а я же употребляю. Настя, об этом уже писали, дорогая, об этом писали. Три месяца назад. Где? Я пропустила. Везде, ты пропустила. Я в этой неделе не работала. Да, да, да. Употребление большого количества красного мяса приводит к ускоренному старению тела. К ускорению. А я как раз сегодня забрала. Настя полностью невменяема. Она читает про ускоренное старение собственного тела. Переходим в движение. Подъем. В движении. Пять баллов, товарищи. Пять баллов, и проблемы гигантские на Западе остались. Это связано с тренировкой, может быть, парада, может быть, еще с чем-то. Ну, вот Одинцово стоит, и там, где съезжается трасса Минка с Одинцовым, тоже 10 км в час, авария. Кроме всех счастей разных, там еще и авария. Потом, значит, потом проблемы начинаются на Ярцевской, кстати, очень плохо. До Молодогвардейской, потом Ярцевской, мост, вот где СКА, спортивный комплекс. Потом перед Рублевкой пять километров в час исполняет Можайка. Пять километров в час, товарищ. Зато радостно, что Рублевка семьдесят километров в час. Рублевка идет семьдесят, а Можайка пять километров в час. Это показывает относительную ценность людей, едущих по Можайке. Ну, мне кажется, они пыль истории, пыль истории. Ну, они даже счастливы, что они зато пропускают вельмож. И семь километров в час на МКАДе перед Рублевкой тоже. Семь километров в час. Ну и хватит, сколько можно. Правильно? Настена, предупреждаю всех, сегодня большая репетиция парада. С 16 часов из Нижних Мневников поедет колонна, которая весь Запад и Северо-Запад колонизирует. Колонна военной техники. Успокойся и, пожалуйста, никуда не ездите, ладно? Добрые люди. Не ездите никуда, только безумные люди поедут сегодня в центр. Например, я. Хорошо. Нет, правда, я сейчас поеду в центр. Значит, мы пойдем и проживем его. Это четверг, 28 апреля. Подъем! Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8 В Москве 11 часов. В студии Ольга Данилевич. Здравствуйте. В СМИ сообщили о выговорах Дмитрия Рогозина и Егоря Комарова из-за отмены пуска с Восточного. Речь идет о вчерашнем решении перенести старт на сегодняшнее утро. Как сообщает сайт «Коммерсанта», кроме вице-премьера и главы Роскосмоса, были наказаны гендиректор НПО «Автоматики» Леонид Шалимов. Именно это предприятие поставило кабель, сигнал с которого о неисправности получила «Автоматика». Шалимову вынесено постановление о неполном случае.